я прекратила дурить и очень хочу быть матерью родить воспитывать ребенка вместе с мужем все еще есть сомнения знаете есть конечно разница в том какой срок все равно нельзя вам невозможно дать какой-то совет то есть сколько можно ждать и не знаю какой у него срок если срок очень большой то иногда в этом случае сами подумайте что вам дальше делать как жить а кто говорит насколько я вижу его могут выпустить если вы будете молиться вы могут выпустить через два с половиной года но не раньше вот у вас по крайней одиночество два с половиной года по любому вот хоть так хоть с мужем хоть без мужа по вашей супе через два с половиной года у вас должна быть уже нормальная жизнь если вы будете молиться а если не будет то через четыре надо просто полчаса время понимаете люди очень хотят счастья по любому и не понимают что вот эти периоды тяжелой судьбы они все предназначены только для того чтобы развиться картичности проблема заключается в том что нет другого способа человеку развиться развиться в этой жизни нужны страдания и вот сейчас у вас самый важный период жизни он предназначен для вашего развития вам нужны страдания сейчас вам нужно молиться как минимум 2 часа в день развиваться как личность слушать голос и получать побеждать свет на всю жизнь вам сделает силу такую могущество вашей жизни вам сейчас не положено жить в семейной жизни просто как действует судьба это время для работы над собой не будьте скупцом начните труд души сейчас активно и ваша жизнь будет сильной и радостной все это время больше того вы можете помочь своему мужу он тоже начал меняться благодаря вашему влиянию я сейчас его вижу он там тоже начал задумываться ему лекции там подбросьте как чтобы он читал и не слушал спасибо вам большое у вас сильная жизнь поменялась за полгода у вас судьба очень сильно поменялась еще год и вы будете цвести как одуванчик нам надо просто побеждать жизнь свою все в этом цель нашей жизни побеждать судьбу не ждать ничего не бояться просто идти вперед побеждать от меня ушла супруга уехала к себе в город пытаясь все наладить я пригласил ее на вашу левцу в москве 17 января уже купил билеты она ответила что у нас нет будущего просит отпустить пишет что у меня были чувства но нет любви что жить без любви нет что она не сомневается моих чувства что будет подавать на развод я ее очень люблю хочу сохранить семью сохранить отношения я молюсь каждый день хочу ухожу в церковь желаю несчастья прошу прощения женщина не должна быть богом что я не помню молодого человека понимаете вот эта ситуация в вашей жизни давно вам для того чтобы вы поменяли веру сейчас верить в женщин думаете о ней постоянно или не увидите но я скажу обожествляете человек когда человек вам обожествляет его в это время ждет она вот сейчас сгорает просто под вашим влиянием она нормально к вам относится у вас могла бы быть земля но так как вы верите в человека а не в Бога из-за этого то есть верить понимаете есть верность да между людьми означает что вы не хотите бросать но вы верите в нее они верят вы не верны ей а верите в нее это разные вещи принципе то есть это означает что вы без нее не можете жить то есть вы ее сделали объектом своей энергии то есть понимаете она должна вам отдавать силы вы Вы верите в нее. Надо верить в Бога, потому что он неистащимый. Он как солнце светит постоянно, и вам дает силу, дает силу. Но вы сейчас истощаетесь сами, потому что вы верите в человека. Она сейчас горит психически, я вижу ее психику. Она горит сейчас. Она, в принципе, не готова еще бросить кончательно, но она не может даже думать о том, чтобы с вами находиться рядом, потому что ей очень тяжело. Вы ее поставили в условия, в которые невозможно жить человеком. Я сейчас вам это докажу. Поднимите руку, кто в такой же ситуации был, что вот вас так сильно любили, что пришлось бросать. Правда, при восемь летелом, сколько любил. Это означает мучение, понимаете? То есть, кто-то мучает, кто-то мучает человека. Перестаньте ее мучить. Начните верить в Бога. Станьте самое достаточное. Наполнитесь изнутри счастье. Я на человека счастье, он пытается в нее сейчас наполниться. Вы изнутри от Бога наполнились. Это будет счастливая, самодостаточная жизнь. Я не могу сказать, вернется она к вам или нет. Все зависит от вас. Вот бывают случаи, такие, как у вас, когда просто безнадежно. Она к вам повернется. То есть, Бог не разорвал эти отношения сейчас. Это просто экзамен. Если вы его не сдадите, она точно уйдет, сто процентов. Вот сейчас вы идете к тому, чтобы она ушла. Надо сейчас перестать о ней думать. Надо сейчас думать о Боге, молиться ему, научиться думать о Боге и забыть про нее. Как только вы забыть о Боге, ей станет легче, ее сразу потянет. Ей легче стать, она вздохнет. Будь нормально. Ну вот, уже сейчас лучшее сознание наше. Вот сейчас вы что-то поняли, у вас приключения произошло. Уже с ней тоже выучиться думать о Боге. Она лучше настраивается сразу. Между с вами связь. Она на лекцию попала, нет? А? Ну вот, до 18 ноября вам надо изменить свое сознание. Это вот ваше время. 2 часа в день молитвы постоянно пытаться думать о Боге и встать мучить ее своими мыслями. Будем вместе, не будем, не будем, не будем, не будем. Это вот представьте сейчас. Если вы встанете сейчас вот сюда передо мной, как вы записку положили. Я не хотел ее читать. Вы записку встали, вот так положили передо мной. Вот эту записку надо прочитать. Была ваша мысль. Здесь много других записок. Я не хотел читать. Потом я пересидел себя просто из чувства долгого. Взял, прочитал. Положил ее. Вы ее положили за компьютер вообще, мне ее не видно было. Я просто вам открываю сердце. Пытаюсь донести до вас ваше сознание. Ну как вы себя ведете в жизни. Человек не должен навязываться ни в чем другим людям. Надо учиться служить. А это означает, знаете что? Что сегодня будем кидаться апельсинами. Я серьезно говорю. Тут уже есть еще яблоки, виноград. Это ведическая культура, то есть древняя культура. Когда ты берешь и кому-то фрукт кидаешь, то передаешь, то это заряжается пищей Богом, божественной силой. Сейчас комплекция идет, люди все счастье испытывают в отношении, фрукты заряжаются, а потом они пойдут на вашу удачу. А тот человек, который принес, он все получит. Настолько раз больше, во сколько раз больше фруктов. Так бывает, что человек верит человека. У меня тоже так в жизни были. Я создавал этот экзамен. Я знаю, что это такое. Это тяжелый экзамен. Это человек верит человека. Это страшная ситуация в жизни. Она разрушает судьбу полностью. Камни на камне они ставятся. Нет шансов, что если вы будете так же думать, я и человек верит в себя. Вообще ни одного шанса. Потому что невозможно не терпеть этот огонь, идущий от сердца человека. Вот мы начинаем делать человека, и он разрушается в отношении полностью. Нет шансов. Поэтому, поверьте Богу, у вас есть неделя. Потому что, когда мы придем на лекцию, будет решающий день. Как поступить к человеку, которого я считал учителем, ведет себя, не как учитель. Гневается, применяет физическое насилие, сильно гордится своими духовными заслугами, посвящениями. Ну, пожелайте ему духовную прогрессию, этому человеку, ищите себе настоящее расставление. Ничего страшного, мы ошибаемся. Бывает, что мы ошибаемся, выбираем этого человека, но ничего страшного. Иногда люди так же, ну, излишне очаровываются в человеке. Чтобы не обидеться очаровываться, мне надо излишне очаровываться. Как люди иногда начинают настолько сильно верить, допустим, в моей лекции, что они думают, я их обязательно вылечу от их болезни. А болезнь бывает неизлечимой. Человек приезжает, лечится, мы не можем помочь. Он разочаровывается во всем, считает, что его обманули там и так далее. Сначала человек очаровывается, думает, что ему во всем помогут. Потому что, что такое очарование? Это означает, что учитель должен за тебя прожить жизнь. Спасибо. Знаете, сначала люди очаровываются, потом разочаровываются. То есть, другими словами, часто люди не понимают, что учитель – это тот, кто просто ведет тебя по пути. У него самого есть какие-то трудности, проблемы. Но если человек бьет, гневается, то он не квалифицирован. Вообще кого-либо вести за собой. Потому что, когда человек гневается и бьет, это признак невежества. Здесь благостью не пахнет вообще. То есть, человек, в результате, может быть, он и развивался, как личность духовная, но, в результате, гордость, и гордость подломила его. И сейчас ему не нужно вас воспитывать. Найдите себе другого духов, ну, наставника другого человека. Это ничего там страшного нет. Это не предательство. Можно, допустим, иметь несколько наставников даже. Если у одного одни наставления получаешь, у другого другие. Нет такого, что должен предаться одному человеку и всегда только ему верить, чтобы он не вытворял. Это абсолютно не правильно. Надо внимательно смотреть. Ведь вопрос в том, чтобы Бог действовал через человека. Понимаете? Что Бог может действовать через человека. Веда объясняет, что сверхдуша или совесть человека всегда находит через кого действовать. Вот, допустим, мне люди говорят, я слушаю ваши лекции, и все вопросы на свои ответы я получаю. Это означает, что ваша сверхдуша, она меня заставляет неосознанно говорить вам то, что вам нужно. Я причем этого сам не осознаю. Бывают даже курьезы. Там я на сайте читал, там люди написали разные курьезы в этом вопросе. И вот я вам расскажу один из курьезов. Хотя я не помню вообще этой ситуации. Я бы не смог так сделать чисто просто физически. Одна женщина задавала мне вопросы на лекции, и я сразу на них отвечал. Ну, то есть она общалась с Богом в своем сердце через меня просто. Все. Вот. Я отвечал на мои вопросы, потом одна подняла руку, и я ей говорю, вы опять поднимаете руку? Я же жестоко на ваших вопросов ответил. Она первый раз хотела живую спросить. Вот. И я не помню этой ситуации вообще, честно. Просто не помню. Я не знаю, когда она случилась, но Господь так над них и шутил. Или люди видят во сне, допустим, меня. Кому я во сне давал восстановление? Вот, видите. А я не помню такого, я этого не делаю. Это Господь, ваше сердце принял облик, тот облик, который вы верите, чтобы вам дать восстановление. Все. Так действует Господь. Он действует через людей часто. И это неосознанно происходит. Через родителей, сыну Господь, ребенку дает знания. А родители говорят ребенку то, что ему нужно узнать. Старшие дают знания, младшим неосознанно, часто неосознанно. Некоторые осознанно чувствуют божественную влияние на себя и говорят. Некоторые неосознанно. Если человек честно хочет помочь человеку, то Бог начинает через него действовать. Только и всего. Но следует знать, что если человек гордится собой и хочет показать, что я даю наставление, это я тебе помогаю, когда человек так настроен, Бог перестает действовать. Поэтому смирение это основа отношений духовных. Если человек неосмиренно себя ведет, тогда значит никаких духовных отношений не будет. И старший должен учиться быть смиренным. В этом его квалификация. Он тоже слуга. Старший это не господин. Это еще больше слуга, потому что служить младшему тяжелее, чем служить старшему. Старшему легко служить, потому что он старший. Ты просто понимаешь, что он старший, поэтому смиренно себя ведешь. Тебе нужно получить знания. Но старшему какое основание вести себя смиренно, если он не слуга, а вроде бы, как господин должен быть. Он и все подобного. Наоборот, старший должен быть еще большим слугой, потому что в этом случае, только-только в этом случае Господь будет давать знания через него. Поэтому старший должен быть еще смиреннее, чем младший. В этом заключается квалификация. И это очень трудно, потому что много людей смотрит на тебя с подострастием, и они подпитывают твою гордость. А тебе нужно учиться быть смиренным в этой ситуации. Это очень трудно. Поэтому многие старшие ломаются, начинают гневаться там, ругаться и так далее. Поэтому, если вы видели, что человек не справился быть старшим, ну найдите другого. Относитесь к нему по-доброму. Ну как мы можем зачать этот дом? Все пропали из ваших лекций. Землю посты, крово, образ жизни. Только не ездили по святым местам. Потому что муж не верит в Бога. Ну я верю, знаю, что все по его воле. Погу ли я одна своим болитмом, верой и действием получить милость Бога? Ну давайте, показываем на глазах. Где? Угу, ну садимся. Ну если вы шлифт-9 и в святые места, есть одно святое место возле Вриндавана. Там место Господа Шивы. Там кто приезжает туда, поверье есть такое, что там. Нандам Ахараш туда приезжал, с Ишоды были там? Нет. Они приезжали и после этого места они получили зачатие. И поэтому туда приезжают многие в это место. Это место рядом с Ашрамом, про Богослами, недалеко. Пойдите это место. Это Варшана, там недалеко от Варшана. Можете туда съездить. Что касается зачатия, то у вас определенные проблемы есть в организме. У вас очень сильный напряженный тонус вот здесь в голове, в руку. И он дает нарушение слизистой оболожки. Прикрепление, зачатие, то есть, ну как бы слизистая не принимает лициклетку в результате. Поэтому нужно делать упражнение свечкой. То есть, ноги вверх, вот так вот стоять по 15 минут каждый день. Снимать это напряжение с головы и позу бабочки делать. Два упражнения. Если есть возможность финансовая, вы можете у нас получиться, мы прочистим эти каналы. И надо нужную фотографию подойти, пусть я ценю показать. У него все нормально или нет, я не знаю. Мне надо это тоже увидеть. Месяц назад я ушла от близкого человека. Я знаю, что он сейчас очень страдает. Но это было единственное верным решением расстаться. Как помочь человеку пережить период расставания, не возвращаясь к ним? Хочется у него переживать. Вставайте. Я как человек. А что вы не хотите, то есть, возвращаться? Микрофончик есть, нет? Микрофончик. Может, кто-то найдет микрофончик с организатором. Кто знает организаторов, сходите, просите микрофончик. Мы пообщались. Важный вопрос для всех. Волюши лекции должна на все. У нас же вопрос. Победа над земельным трудностями, Тимо. Нужен микрофон. Кто-то помогите, пожалуйста. Волюши лекции. Доброгофончик. Возвращайся к холодному трону. Возвращайся к лучшим фильмам. Возвращайся. Я останусь, возвращаюсь, я без тебя верно встал. Пикрофончик нашли? Да. Да-да. Ага, хорошо. Девушка где у нас? Ну, скажите, что-то случилось, почему вы ушли, то есть в чем дело? Что вас заставило сбежать от мужа? Так получилось, что я встретила другого человека. У другого человека, будучи замужем? Я не была замужем. А? Я не была замужем, мы встречались. А, вот так, вот так, ага, понятно. То есть вы сейчас вместе сидите, да, здесь? Да. А сколько вы встречались? Одиннадцать лет. Одиннадцать лет? Да. Он не брал вас замуж? Мы были слишком молоды, наверное, с шестнадцати лет мы начали общение. Но он не предлагал вам замуж? Предлагал. Вы не захотели? В то время я уезжала во Францию, я училась. У нас есть две проблемы. Первая проблема. Вы не сможете сейчас эти отношения нормально развивать, потому что ваше сердце не отпустило эту ситуацию. То есть тот человек в нем находится в сердце, а вот приятно с вами мужчина сидит, он не может туда зайти. Как бы у вас внешние отношения, он не может глубоко отношения с вами строить. То есть он вам не нравится. Вторая проблема, что этот человек, как бы, получается, остался без отношений. Что, что, как бы, в чем причина, почему мы не остались с ним. Встретил другого человека, не является основанием в данном случае. Встречаться одиннадцать лет – это серьезно. Я не то, что я хочу вас вернуть туда, я просто вам докладываю установку. Я вам просто пытаюсь объяснить, что происходит. Что вы сейчас рвете те связи, которые уже очень сильно, крепкие. Надеясь быть счастливым в жизни. Но человек, который рвет связи, он не может быть счастливым. Молитву я смогла бы преодолеть этот сложный период. Как, как? Молитву я смогла бы преодолеть этот сложный период. Не знаю. Все зависит от того, чего Бог хочет. Вот вы хотите сейчас вот здесь в этих отношениях быть. А вы спросили Бога, чего Он хочет от вас? Вы поймите, что сейчас вы можете мне сказать все, что угодно. Вы с Ним жили вместе или нет? Да. Вот именно, я это вижу, что это ваш муж, а вы от него сбежали. И в этом заключается ситуация в вашей жизни. Потому что слово «встречались» означает, ну, встречались, общались. Вы жили с этим человеком, между вами очень прочная связь сейчас. И вы разрушаете его сердце сейчас, своим поступком. Таким образом, вы также разрушаете свое чувство. Без всякого сомнения. Сейчас-то люди думают, что если они не расписали, значит, они не муж, а жена. Это полное безумие торговли. Это высшие силы, свыше решают, кто муж и жена. Не вы решаем. Вам надо сейчас остаться одной и подумать, как дальше жить. Это самое лучшее решение. Ни туда, ни сюда. Ни с кем не встречаться, ни с кем не общаться. Просто помолиться, подумать, что делать дальше. Потому что, если вы этого не сделаете, вы не сможете создать сейчас семью. Это невозможно. Ваше сердце занято, и вы не хотите бросать человека. Если бы вы его уже бросили, тогда бы другое дело. Но ваше сердце не хочет никого бросать. Вы хотите по-доброму все решить вопрос. А по-доброму означает, что он должен отказаться от этих отношений. А для него это невозможно. То есть вы должны сейчас остановиться одна, остаться и просто молиться Богу, чтобы Он вам дал знания, чтобы он вам делает в этой ситуации. Может быть, Он поменяет ситуацию как-то, я не знаю. Но если вы сейчас насильно начнете эти отношения, то дальше в них будут трудности. Я уже их сейчас вижу. Эти трудности означают, что вы не войдете в эти отношения как надо. Человек, наверное, с вами уже перегревается, потому что он чувствует, что ваша психика не идет в отношения. Я это уже сейчас вижу. Прямо сейчас невооруженным взглядом. Ваша психика не сможет сама войти в отношения, потому что это не находится в воле человека. Мы не распоряжаемся своим сердцем. Сердцем распоряжается Господь. Поэтому Бог и создал семьи, чтобы мы честно как бы выполняли свою долю и не дергались никуда. Понимаете? Вы не понимаете? Сложная ситуация, что он сказал. Единственное выход быть одной и подумать о своей жизни. Благодарю вас. Поймите, что не всегда молитва помогает, чтобы человек успокоился. Ну, например, приведу вам пример. Допустим, я кому-то втыкаю в живот кинжал, начинаю молиться, чтобы он успокоился. Он успокоится или нет? Нет. Нет? А? Ну, и ладно, не в живот там, а просто иголочку в одно место вставляю. Чтобы не было опасно так сильно, я уж не преувеличивать не буду. В одно место иголочку вставил и молюсь, чтобы ему не было больно. Ему будет больно или нет? Нет. Будет? Да. Какой вывод? Убрать иголочку невозможно, потому что человек стремится к счастью в своем жизни. Он хочет быть счастливым. А не всегда счастье означает поменять одного человека на другое. Кажется, внешне что это так. Но не правда, что это так. Не всегда так работает. Сначала, конечно, все получается, потом вопрос на много лет вперед, что дальше будет, в общем-то. Поэтому, прежде чем просить кого-то, подумайте, может быть, не стоит. Всегда жизнь с человеком — это очень большой труд, это страдание. Особенно, если человек не поменял слой жизни. Вот, допустим, девушка находится в нижнем слое жизни, вот мне вопрос задала. Там парень гуляет, она в депрессии находится. В этой ситуации невозможно быть счастливым по-любому. Потому что кто-то должен поменять сознание. Это означает, что она должна в молитве выйти из депрессии и принять его гулякой в свою жизнь. Вот какой он есть. Вы увидите чудо. Вы увидите, что когда это принятие произойдет, у него начнет совесть работать. Потому что люди, когда в невежестве находятся, совесть не работает, означает, что нет выхода. И поэтому он и говорит, я хочу уходить, от него уже уходят. Почему уходят? Потому что нет выхода. Выхода нет. Ситуация безвыходная. Но она почему безвыходная? Потому что трудиться над судьбой никто не хочет. Невежественная жизнь означает бунт, протест против того, что Бог дал. Бог дал человека. Протестуя, протестую. Он больше гуляет. Еще больше протестует. Еще больше гуляет. Еще больше протестует. Вообще просто начинает пить еще дальше и так далее. Понимаете? То есть против Бога не попрешь. Вот Бог дал человека. Надо с ним жить. Но как жить? Ты не можешь с ним жить, потому что ты не можешь принять то, что он вытворяет. Тогда начинается уже отношение с Богом. Ты начинаешь молиться, чтобы у тебя хватило силы, чтобы сердце его поменять. Я растоплю кусочек труда сердцем своим горячим. То есть нужна сила. Нужна сила, понимаете? Внутренняя сила. Но если человек даже не знает, откуда эту силу пройти, тогда замкнутый круг. Тогда человек начинает вздымать руки кверху, говорит, я больше не могу жить, ну так же, помогите. Вот сейчас все, кто вздымал руки, пришел на лекцию. Это означает, что идет помощь. Мы помогаем друг другу сейчас. Вы мне помогаете, слушаясь верой, я вам помогаю. Понимаете, идея, в чем заключается? В том, что нужно знание. И знание заключается в том, что мы не имеем внутренней силы побеждать свою судьбу. Иногда, конечно, имеем, но никогда нам никто не нужен, мы и сами это все побеждаем. Но если мы не имеем, то она не берется от переживаний, от мечтаний, от депрессии, от того, что я пытаюсь насильно ситуацию поменять. Просто шила на мыло взяла, ушла, там, бросила человека. Или, как бы, пытаюсь затянуть отношения человека, как вот молодой человек сейчас сказал. Это не работает, потому что только Бог соединяет людей вместе. И если есть на то воля Божьего, он иногда и разъединяет. Но он соединил не для того, чтобы разъединять. У него небеспокойный ум у Бога, понимаете? Ой, он все перепутал, сейчас. У него нет никаких проблем. Он соединил для того, чтобы мы сдали свой экзамен. А если мы не сдаем свой экзамен, мы сами разрушаем отношения и за это будем наказаны. А если родились в такой ситуации дети? В какой ситуации? Как только что было описано. Ну, если, например, нормально, ничего страшного. А даже вот эта ситуация, она нормальная. Я, понимаете, я не против ситуации. Всякое в жизни бывает. Ну, то есть, вот в данной ситуации, допустим, люди сейчас вместе находятся. У них есть определенный объем работы. Они должны трудиться. И вот, чтобы ей трудиться, ей сейчас надо одной остаться и молиться начать. А если уже дети родились, ну, и, слава Богу, пускай живут дети. Надо ситуацию в сердце победить и жить дальше. Нет такого, что человек только живет для одного человека и все. Такого нет, понимаете? Человек вот сдает экзамен с одним человеком, не сдал, раскаялся, сдает другим. Но в этой ситуации немножко все иначе, понимаете? Отношения еще не разрушены. Она не знает, что делать. И я просто предлагаю подумать, помолиться. И потом, когда ты окреплишь сердцем, тогда принимать решение. Куда или сюда. Не имеет значения. Не то, что она обязательно уходит от этого человека и все. Что Бог приходит с автоматом и с криками Аллах Аббат, расстреливает ее. Нет, такого не будет, понимаете? Нет такого, понимаете? Просто дети родились хорошо. Пускай растут. Надо раскаяться в том, чтобы выложить дальше. И ничего не будет. Сердце будет чистым. Все будет классно. Но есть другая ситуация. У меня одна слушательница послушала лекции внимательно. И помогла мужу уйти от нее. То есть она так сделала, что он сам ушел. И все, вопросов нет. Твои проблемы. Конечно, за это человек будет отвечать. Видите, даже не только в семье, а на нашей земле сейчас ручатся связи. Есть четыре стадии развития неблагоприятной ситуации на земле. И это все происходит из-за того, что людям не хватает Бога в сердце. Потому что Бог в сердце рождает мир. Этот мир сначала устанавливается внутри одного человека. Он его спокойствие обретает. Мир в душе называется. Мир в душе называется. Вот здесь наш дом, в сердце. Сначала мир в душе устанавливается у человека. Если нет мира в душе, то это первая стадия развития неблагоприятной ситуации на земле. Развивается страх. Когда приходит время, влияние, сильное время влияет на людей, так что он наказывает всю планету, что вся планета, все люди должны молиться Богу. Первая стадия неблагоприятной ситуации на земле. Это развитие событий, значит, это называется страх. Все люди на земле начинают бояться, что происходит на земле. Вторая стадия называется двойственность или конфронтация. То есть одни люди начинают, полиаризация происходит. Одни люди оказываются на одной стороне, другие на другой. Понимаете, у каждой своя философия, свои взгляды. Эти считают, что эти неправы, те считают, что эти неправы. Понятно, да? Это вторая стадия в развитии неблагоприятной ситуации на земле. Третья стадия называется вражда. Когда уже ясно, что это не просто как бы не наши, а это враги. Становится ясно, как ни странно. Хотя были до этого друзья. Вот парадоксальные вещи совершенно. Украинцы и русские, это не то, что друзья, это вообще братья. Это просто вот один народ фактически. И сейчас такая ситуация сложилась, что этот один народ расколот на две части просто. Понимаете? Расколот просто на две части судьбой. Вот эта конфронтация между Россией и Украиной достигла третьей стадии уже. Понимаете, четвертая стадия, вы знаете, что это такое. Мне уж вам не стоит это объяснять. Называется война. Когда люди убивают друг друга, верят, что они должны друг друга убивать за что-то. И приходится это делать. Понятно, что если на твою страну кто-то нападает, надо защищать себя. Защищать свои семьи, свой народ. Иногда страна нападает, чтобы защитить свою страну. Понимаете? Иногда люди нападают в целью защитить свой народ. Такое тоже может быть. И как побеждать в этой ситуации? Победа, опять же, индивидуальная. Если на фоне войны у вас мир будет в сердце, тогда вы не погибнете. Если вы войдете в ажиотаж, в паниках, то тогда в определенном времени вы попадаете в эту ситуацию. Есть две силы, которые привлекут людей в зону боевых действий. Первая сила — это ажиотаж, фанатизм. А вторая сила — это правильное желание защищать родину. Когда человек в желании защищать родину попадает, он попадает на высшие планеты, если погибает. А если человек ажиотаж извлекает, он хочет пострелять, поубивать, ненавидит кого-то, тогда обладает. Видите, всегда в жизни бывают экзамены. В семье сначала страх, чувствуя, что мы как-то вместе нам тяжело жить. Первая стадия. Вторая — конфронтация, ругать скандалы чужой человек. Третья — ненависть. Четвертая — разруха. Сначала надо молиться и успокоить свое сердце. Потом дальше постепенно не дочит и восстанавливать связи. Вы скажете, а если мы не должны быть вместе, ну не вы же решали? Кто сам себе семью создал, поднимите руку. Кто нашел своего близкого человека? Вы нашли, да? Можете найти 10 рублей в Викторинбурге? Сейчас пойти, найти 10 рублей. Можете в Викторинбурге? Нет. Как же вы нашли себе близкого человека? Вы его не нашли, вам дали. Вот здесь есть много людей, которые не могут найти десятками лет. Вот кто из вас 5 лет уже в одиночестве не может найти? Поднимите. Он, пожалуйста, куча на руку. Они понимают, что нельзя найти себе близкого человека. И как нельзя найти? Это Бог дает. Поэтому мы не должны гордиться собой. Потому что если человек думает, что он может найти кого-то, значит, он думает, что он может и бросить. Я нашла, я бросила. А это от нас не зависит. У женщины есть два вида красоты. Один вид красоты – это внешняя красота, которая привлекает людей. Мужчины. Это половая энергия. И мужчины привлекают, что заниматься сексом, и хочется наслаждаться женским телом. И в это не подразумевает семью вообще никакой. Это то, что женщина может. Это факт. Но это семью не подразумевает. Это в ее силах стать обаятельной. Она может накраситься так, похудеть чуть-чуть, постранить, подкачаться как-то, сделать фигурку такую красивую. Ну, там как-то так сыграет свою роль. Красиво очень. Заманчиво. Но это не подразумевает создание семьи. Чтобы создать семью, нужно, чтобы из сердца женщины пошла энергия теплоты и уюта. Женского семейного очага энергия должна быть. Этот семейный очаг – это не ее сила. Она не может так оп и себя эту энергию выдать. Мне иногда сколото сердце идет женщина, она не может любить никого. Иногда тепло. Все зависит от того, чего Бог хочет. Если она готова создать семью, Бог дает и тепло в сердце. Вот, например, сейчас два года, вот у вас благоприятный период. Бог вам дал возможность быть вместе. Да-да, я про вас говорю, конечно же. А до этого три года было неблагоприятно. И вы не могли найти себе никого в это время? Понимаете? Или я неправильно говорю? А? Ну, два с половиной и по три там. Ну, чуть-чуть вы уж там прямо придираетесь по мелочам. Ну, обязательно можете посмотреть. Я не могу разобраться ни с самой этой комнате. Или в моей жизни как случилось? Три года назад у меня был человек. Как? Тридцать три года назад у меня был пустой человек. влиятельный на мою жизнь. Может ли так быть, что вот тридцать три года у меня взаимодействие на мою жизнь? Брак. Если честно, я тридцать лет без брака. Я что-то плохо понимаю, что вы говорите. Я не слышу вас. Тридцать три года назад у меня был близкий человек. Отношения были полгода. Интимных отношений не было. Но я была очень юная. На самом деле, я сейчас уже десять лет без брака. И может ли так быть, что тридцать три года вот тот человек влияет на мою жизнь? Вы говорите, вы нашли себе человека. Вы подняли веру, что вы нашли себе человека сами? Нет. Я слукавила, наверное. Ну, так а зачем так дальше разговаривать? У вас два года, сейчас идет хороший период. Можете выйти замуж. Ха. Ну, у меня сейчас такая странная ситуация. Мне прислали человека на десять лет моложе. Какой же брак? Вчера уже было сказано, я не хочу быть мамочкой. Мне что делать сейчас? Я просто... Ну, что, отношения строят. Делать без него мужчину. Бог дам человека жмите. Ну, прошла всего неделя. Не выпендривайтесь. Спасибо. Ну, если так, то... Я очень благодарна за вчерашний день, потому что на самом деле с первых ваших слов, когда у женщины холодное сердце, это про меня. Уже не холодно, сейчас теплое. Нет. Уже даже не холодно, просто огромное спасибо, женская благодарность. Здоровье, счастье. Понятно. Она руку подняла, потому что не поняла, о чем говорится. Субтитры сделал. Как мы говорили, там люди на шаг вперед сделают. Тоже самое. Малансы нормальные. Может быть, это и нужно было не услышать, что она поэтому руку подняла. Итак, видите, мы не можем создать семью сами. Это создает Господь. Мы также не имеем право разрушать отношения, просто потому что нам тяжело с человеком. Тяжело означает просто объем работы. Мы сердцем не привыкли трудиться. Люди часто тяжело там мыть кухню, все равно моют. Привыкли. Мыть кухню привыкли. А сердцем трудиться не привыкли просто. Мы не знаем, что это такое. Тяжело с человеком. Мы даже не понимаем, что может быть лучше. У нас даже такого знания нет. Если тяжело, значит все, капец, просто сказать. Никогда не будет лучше. Разрешите? Есть ли какие-то конкретные рекомендации? По доработке предыдущей, допустим, женской коронависти? По мужскому телу. Ну или наоборот, если ее допустим. Рекомендации такие. Никогда не предавать никого. Всегда оставаться вместе. Никогда не бросать. Если уже бросил, значит вернуться, если есть возможность. Если нет возможности, раскаиваться по последнему. И помогать. И все это молитвой сопровождать. Я имею в виду, что если замечаешь за собой, допустим, что ведет поведение какое-то иногда бывает женское. Ну ничего страшного. Надо принять себя каким вы есть. Вот вы такой человек. Ничего страшного в этом нет. Подумаешь, там какое-то женское поведение. Ничего страшного. Надо в молитве развиваться просто. Вот у меня есть какое-то начало моего жизненного пути. Слава Богу, в мужском теле. Ни гавкаю, ни мяукаю. Уже неплохо для начала. Как бы вроде бы не был сексуалист еще. Тоже статично. А даже если и так тоже ничего страшного. Ко мне подошел один мужчина. Говорит, у меня вот такая ситуация. Что делать? Я говорю, ну ничего страшного. Это ваше начало вашего пути. Через три года он уже нормальную семью создал. И живет хорошо. Ну то есть понимаете. Вот какая есть ситуация, такая есть. Мы начинаем с того, что у нас есть. Вот и все. И мы идем на этой дороге. И что переживать на этот человек? Вот какая есть начало, что здесь собрались прямо все такими с нимбами? Нет, все люди имеют свою судьбу. Каждый трудится над ней. У каждого свои проблемы, трудности. Я тоже имею свои трудности судьбы, кстати сказать. Что вы думаете? Я тут сел прям такой, что совсем прям весь из себя. Такой крутой. Тоже трудности какие-то есть. Леонид Иванович, здравствуйте. Вот женщина там задавала вопрос, что она бросила мужа. Я как раз с противоположной стороны хочу вопрос задать. Я 20 лет жил в храке без любви, но двое прекрасных детей. И когда мы взаимно, мирно разошлись, я принял на себе обязательство любить и заботиться о них до конца дней. Нормально. Но когда я осознал новое отношение, моя новая жена категорически была в ревности и ненависти к моей прошлой семье. Тоже правильно. И я-то был разорван. Левая и правая стороны у меня разрывались. В конце концов, мне очень тяжело было решиться на законный брак и венчание. И, в общем, так получилось, что совсем недавно она не изменила. И наши отношения кончились. Мне было очень больно. И я вам очень благодарен, что вчера, наконец, во время пожелания всего общего счастья, я ее, наконец, простил, отпустил и пожелал... Она бросила вас, что ли? Да. Она сказала, что я не просто тебя бросаю, я ликвидирую просто мужчину в своем доме. И осталась она, дочка, собака и две кошки. Послушайте, меня не надо. Все девочки. Давайте послушайте, давайте порассуждаем. Давайте порассуждаем об этой ситуации. Видите, вы не смогли справиться с первой ситуацией. Потому что любовь – это не то, что притяжение, которое вы все ждете. Любовь означает служить человеку и вам чувствовать благодарность. Здесь его сердце. Это вы не понимали. Вы ждали какой-то другой любви. Она всегда кончается. Семь-восемь лет есть исследование ученым. Есть такая... Алешина такая, как бы психолог, она показала, что отношения, вот буквально через семь-восемь лет уже ноль. Понимаете, сначала вспышками домом есть, потом ноль. Потом, если люди начинают служить друг другу, тогда дальше вверх. И потом опять, ну, старость, естественно, чуть послабее. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что... В том, что мы не понимаем, что вот это вот притяжение или наслаждение человеком – это не есть любовь. Любовь означает – это чувство чистоты человека. Чистоту чувства человека. Вот, допустим, если я вас, вашу чистоту чувствую, это любовь или не любовь? Это любовь. И вот такая любовь должна быть в семье точно такая же. Понимаете, и вы не поняли этого момента и бросили человека. Я вот и сейчас вижу эту женщину, она до сих пор вас ждет, вот ту, которую вы бросили. Первую. Первую, да. Если бы вы сейчас к ней вернулись, это был бы самый лучший поступок в вашей жизни. Я пытался, но даже не то, что пытался. Я после того, как меня бросила та вторая, я пришел к ней и сейчас очень откидно ее, значит, окружаю своей любовью и заботой. Нормально, отлично. Вот возвращайтесь потихоньку. Это самое лучшее. Не сможете вернуться, знайте, что та вторая вас бросила по закону судьбы. Так бывает всегда. Понимаете, вот ровно сколько вы наказали близкого человека, ровно столько судьба наказывает и вас. Не то, что эта женщина такая подлая, она просто вот орудия в руках вашей судьбы. Она ничего не смогла с этим сделать. Больше того, за то, что она вас бросила, ее тоже бросит этот человек, с которым она сейчас живет. Понимаете, закон. С ним никуда ничего с ним не сделаешь. Понимаете, конечно, она может раскаяться, у нее есть время, и тогда у нее сохранятся отношения. С ним, у нее нет с ним отношений. Это просто была кохоть. Со мной это были отношения на высшем уровне. И лекции вовремя. Хорошо, хорошо. Я не могу. Но я так думаю, что все-таки у меня новое отношение будет чистое, полное, любви. Это ваши мечты пока. Вы разберетесь с тем, что у вас сейчас есть. Самое лучшее – это вернуться к жене. Хоть это и аскеза, но в этом заключается суть человеческой жизни. Если вы не сможете, то Бог даст отношения. Не светлые, чистые, как вы думаете, а какие вы достойные. Спасибо. Светлые и чистые отношения становятся в результате труда души. Труда души. И потуркившись, вы можете с любым человеком, который вам дает Бог, сделать чистые и светлые отношения. Но я хочу вам очень важную вещь сказать сейчас – признание. За 22 лет лекции чтения я не встретил ни одного человека, которому вы сейчас мечтаете. Ни одного. Все женщины примерно одинаковые. Когда девушка красивая, симпатичная улыбается, от нее исходит сияние. Потом, когда вдруг она видит, что вы на нее обращаете внимание, она становится очень смиренной такой и хорошей. Но потом, когда вы завоюете ее, в этот момент у женщины просыпается желание эксплуатировать мужскую психику. И она ничего с этим не может сделать. Она начинает на него обижаться. Начинает пытаться привлечь его внимание. Постоянно думает о том, чтобы он с ней разговаривал. Что-то делал для нее. Подарки из него выконючивает. Я правильно говорю девушку? И вы ничего с ним не сделаете в этом плане. Они вас все равно все будут душить. Все на одной. Сколько бы вы себе не завели. Если бы я был султаном, и был бы милкой в жонку. Тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах, Столько бед и хлопот, а спаси Аллах, Не очень плохо иметь при жены. Гораздо хуже с другой стороны. Все нормально, живите дальше. Постарайтесь вернуться, помолиться, вернуться к первой. Это самый лучший вариант для вас. Она вас ждет, она верная. Понимаете, вот это как раз тот же вариант. Сейчас, может, вы не были, Молодой человек вставал, говорит, Я так люблю девушку, что она от меня сбежала. Вот точно такой же вариант и у вас. Она вас так любит, что вы от нее сбежали. Понимаете, просто у вас, Ну, у вас, Вы не можете выдержать ее, Как бы, притяжение к вам. Вам это неприятно, тяжело. Ну, это вот самый лучший человек в вашей жизни. Она верна вам. Она, как бы, вам дала детей, там, и так далее. То есть она, ну, она настоящая жена ваша. Вы ищите мечту. Ну, хорошо, первый раз не получилось. Второй раз попробуйте поискать. Она нам мозги вынесет тоже. Вот, дай Бог, чтобы она просто верной хотя бы была второй раз. Если вы будете молиться, То, может, Бог удаст такую третью, первый вариант вас. То это будет хорошо уже для вас. Вот. Мозги будут выносить обязательно. По-другому не бывает. Но если вы останетесь в отношениях с первой, И свою жизнь посвятите молитве, Развитию личности себя, Как личности, Бог будет очень счастлив. И он вас одарит силой и могуществом внутренним мужским. Ну, не всегда это, возможно, Это самый трудный вариант. Это серьезное испытание. Не бросайте ее по-любому. Заботьтесь о ней. Ставьте условия, если следующий человек будет, Что вы ей заботитесь об этом всю жизнь. И если она принимает это, Тогда мы вместе не принимаем. До свидания. Это именно мои мысли были. Только так. Хорошо. Я не против. Нормально. Но тут много хороших девушек, Очень незамужних, красивых, Которые стремятся к Богу. Конечно, им такой вариант не нужен, как вы. Все. Но если вы уж хотите Как бы себе кого-то взять, То лучше вот из этого зала. Потому что мы самым, Человек должен выбирать Самого лучшего человека в жизни. Значально стремящегося к Богу. Это самый лучший вариант. Стремение к Богу. Критерий. Давайте послушаем. У нас сегодня яйца на эту тему. Не сдавайся никогда, Пой с любовью песнь свою, Всей душой стремись туда, Где твой истинный приют. Белый флаг не поднимай, Если мраком все покрыто, Непрестанно уповая, Есть надежная защита. Нужно только стойким быть, Верить, что победа с нами, Что надежду не убить, И огнем не выжечь память. Этот мир уже в руках, Всюду смерть, и ты несчастен, Но рассеивает страх, Тот, кто страху не подувастен, Он идет перед тобой, Воин Бога, воин света, Он вступает в смертный бой, Ибо знает, смерти нету. Ты иди за ним во тьму, Помоги своим оружием, Здесь ты нужен, здесь ты нужен, Сам разрушь свою тюрьму. Ты стремился жить, любя, Даже в этом вредном деле, Побеждая сам себя, Ты достигнешь этой цели, Если сможешь не забыть, Тех, кто шел перед тобою, Ты сумеешь полюбить, Бескорыстною любовью, Нужно только стойким быть, Верить, что победа с нами, Что надежду не убить, И огнем не выжечь память. Видите, все сказано. Сложно идти за теми, Кто уже прошел этим путем, Кто прошел перед нами. Нужно идти за воинами света, За тех, кто побеждает свою судьбу, За святыми людьми. Память о них, Служение им, Мысли о них, Дают возможность связать тебя С силой победы с Богом. И дальше просто вера, Означает стойкость души. Человек не должен сдаваться в сердце, Думать, что его жизнь Должна быть несчастной обязательно. Он не должен сдаваться просто. Я ни одной девушки не видел, Которой не достойно быть замужем. Ни одной. Я видел только много ленивых девушек. Ленивых означает, Или не знающих, что делать, Или просто не хотящих трудиться сердцем. Каждый встает и говорит, Я говорю, сколько вы сегодня молились с утра? Двадцать минут. Двадцать минут это просто для того, Чтобы успокоиться и все. А чтобы побеждать судьбу, Часа даже недостаточно. Это время необходимо для того, Чтобы жить. Вы же кушаете, Наполняете свое тело, Час в день человек кушает, Как минимум. Но почему вы не хотите наполнять свое сердце? Почему вы думаете, Что в этом нет необходимо? Почему вы чего-то ждете от жизни? От нее не надо ничего ждать. Три стадии побед над судьбой. Первая стадия, Спокойствие в сердце. Все уже более-менее все нормально. Вторая стадия, Сила, радость. Человек должен стать радостным. Радостным. Девушка должна стать радостной, От молитвы. Означает румянец на щеках. Когда девушка станет радостной, Станутся красивыми. И третья стадия победы. Победа означает, Она точно знает, Что у нее никаких проблем не будет. Она точно скоро выйдет замуж. Поднимите руку, Сейчас не поднимайте пока. Я обозначу мысль. У кого были трудности, В том, чтобы выйти замуж. Вы молились. И почувствовали, Что вы выйдете скоро замуж. Но отношений еще есть, И с кем нет. Поднимите руку. Есть такие люди здесь? Ну, держите, держите руки. Я смотрю в руки. Вы точно так? Нет, тут рядом. Вы, да. Да. Вы просто так поднимите руку. Просто чувствовать неправильно. Просто чувствовать неправильно. От молитвы чувствовать правильно. Дальше поднимайте руки. Я смотрю. То. Да, да, да. Вы еще не чувствуете, У меня девушка сзади. Да, вы еще не чувствуете. Вам почувствовать. А вы нормально, да. Дальше. Отлично. Хорошо. Супер. Все правильно. Вы не ошибаетесь. Некоторых подкорректировали? Сам создай свою судьбу. В этой песне говорится. Сам создай свою судьбу. Есть также девушки, которые не чувствуют, что они выйдут замуж. Не надо поднимать рук, чтобы не расстраивались. Я их тоже знаю здесь сзади. Это означает объем работы просто. И все. Вот если, допустим, я не чувствую, что у меня кухня чистая, что надо делать? Чистить кухню. Но если человек не понимает этого, он думает, когда же я к себе выйду замуж? Когда же кухня помоется сама? Ответы все знают. Никогда. Просто никогда. И все. Сам создай свою судьбу. Не означает, что у тебя есть силы на это. Силы берутся от Бога. Но ты должен это брать. Должен брать эти силы. Наполняться силой. И когда сила приходит, надо служить. Не просто полдеть дома, ходить по дому, а служить. Звонить. Общаться. Заботиться о других людях. Проявлять свои женские качества. Развиваться. Цветок должен расти. Он должен жить. Не должен соведать. Некоторые девушки думают, тебя добилось от мужа, что я теперь не работаю. Вот. Рябочный дел такой. Не работаю не означает сидеть дома и пухнуть от твени. Не работаю означает трудиться по-женски. Вас муж освободил от работы, трудитесь по-женски. Начните заботиться обо всех. Начните готовить. Там все, что должно процветать вокруг женщины, все должно процветать. Женщина для этого предназначена, чтобы все любить вокруг. Женщина не должна сидеть дома пухнуть от твени. Женщина сидит дома не к причине, что не хочет, чтобы она работала. Потому что получается, что постоянно здоровье. Надо, значит, так молиться сильно, чтобы он выздоровел. Победить просто его судьбу. Победить молитву. Чего сидеть-то? Или он не излечимый? Нет. Он просто не заберет, не запритекает твени. Постоянно. Потому что вам надо молитву взять и победить эту судьбу. Ну, это и ваша судьба тоже. Но победите в вас и силы. Вы сильный человек. Возьмите просто, молитесь по нескольку часов в день. И когда в сердце почувствует спокойствие под отношением к ребенку, вы найдете способ, он будет вчителем, начнет выздоравливаться. Вот и все. Сам спаси свою судьбу. Сидеть — это тоже хорошо, но это не способ жить. Жизнь должна в сердце протекать, сила в сердце должна создаваться с помощью звука, передаваться и жить. У вас сердце приближается к спокойствию просто. Первая стадия. Вы чувствуете, что скоро все будет хорошо. У вас такое чувство есть. Это означает только начало. Потом это должно в силу превратиться, у вас должна быть сила ему помогать. А потом чувство, что он выздоровеет. И он выздоровеет в этот момент. Вы только на первой стадии, понимаете? Это уже неплохо. Хотя бы первая. Начали мыть кухню. Замечательно. Передмойтесь сильнее. Больше, в три раза больше сил надо вкладывать в молитву. И тогда будет результат. Не линитесь душой. Я вам открою один секрет. Большинство людей, они просто неудачники. Знаете, что такое неудачники? Я вам сейчас объясню. Слушайте внимательно. Когда человек начинает молиться, и в момент молитвы он чувствует, что сердце успокоилось, и это заставляет его перестать молиться, это и есть неудачник. Потому что в тот момент, когда даже еще не обозначился объем работы, сердце успокоилось во время молитвы, это только начало молитвы. Дальше вы начинаете молитву, и в этот момент, дальше, в тот момент, почему человек дальше не хочет молиться, а потом, потому что дальше жизнь начинается настояться, а жизнь не хочется, хочется спать. Душа спит в этом мире. Халло, как это? Хорошо, у меня хорошо. Ну хорошо, все хорошо. Понимаете, душа спит в этом мире, и она не хочет трудиться сердцем. Душа обязана трудиться, и день, и ночь. Понимаете? Когда человек чувствует, что ему вот сейчас этот труд души надо делать, у него в сердце протест возникает, он думает, дальше молиться не буду, наверное, уже хватит. и это означает лень души, это означает неудачник. Человек никогда не победит свою судьбу. Это обычно бывает 15 минут, 20 минут молитвы, вот такое состояние возникает. Дальше не буду, все, достаточно, я уже как-то все нормально, вроде, что истязать себя. Истязать себя не надо, надо балдеть в жизни. Наоборот, не балдеть надо, а истязать себя. Вот эти 20 минут, и лучше стало дальше идите вперед, не слушайте это все, внутренний голос этот. Вы же знаете, что такое внутренний голос? Это то, что мешает человеку жить. Он, внутренний голос, уничтожает человека. Поэтому про него столько таких анекдотов. Какое поймали, привязали к дереву. Думают, ну все, конец. Внутренний голос говорит, нет, не конец, а что делать? Он, видишь, индейец с самым большим перьями. Вижу, позови его. Позвал. Плюнь ему в лицо. Вот теперь конец. Не слушайте внутренний голос. Он говорит, все, намолилась, все, иди отсюда. Не слушайте. Надо вперед, побеждайте свою судьбу. Спокойно стало внутри. Пересильте в себе это чувство спокойственное. Продолжайте молиться. Сначала будет 5-10 минут тяжело. А потом, в этот момент, вы увидите объем работы. Вы почувствуете, сколько нужно еще трудиться вам, чтобы победить судьбу. У вас это чувство придет, оно будет иметь горький вкус. Вы почувствуете вот эту силу, давление, сколько ребенка надо отмаливать, сколько еще нужно молиться, чтобы выйти замуж, сколько еще нужно молиться, чтобы понять, с кем тебе жить. Потому что иногда человек очень уверен, что ему надо новенькую найти какую-нибудь. Новенькая всегда лучше пахнет. Вот. Но он лучше к старенькой. Мы не знаем, потому что мы не промолили свое сердце. Надо промолить, узнать, где больше счастья, где меньше объема работы. И человек должен молиться, 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 потом раз видеть на объем работы, потом он молится, молится опять тяжело, наступает третья фаза тяжело, потому что объем работы увидел, это недостаточно. Дальше надо туда пойти, внутрь этого объема работы. Понимаете? Это движение начинается где-то через 40 минут молитвы. Внутрь объема работы человек как бы «Ух!» И он чувствует, что он как бы реально против воли чьей-то прет. А он слушает голос и вперед. Ничего страшного. Слушает голос и вперед. Просто разное настроение. Женщина всегда верит, что Святой ей поможет. Чувствуйте, женщина, внимательно слушайте, как женщина должна молиться. Женщина верит, что Святой ей поможет. Она не сама справится, а Святой ей поможет. Она верит. Святой ей помогает. А мужчина верит, что Святой даст ему силы победить. По факту это одно и то же. Но мужчина чувствует, что он сам побеждает, а женщина чувствует, что он за нее побеждает. И это правильно, потому что если женщина сама будет пытаться, она будет неправильно действовать. А мужчина, если будет ждать, когда Святой за нее победит, тоже неправильно. Мужчина должен брать силы, побеждать. Вот девушка и мужчина вдвоем, которым сначала я говорю, пожалуйста, вы сейчас не расстраивайтесь, хорошо? У вас в жизни все будет хорошо, 100%. Слышите, нет? Я вам говорю, который вот, вот ситуация была, ушла от одного к другому. Слышите, да? Не расстраивайтесь. Вы пришли ко мне за защитой, я сейчас вас защищаю, у вас все будет хорошо. Договорились? Вы не расстраивайтесь, хорошо? Все будет нормально, не волнуйтесь. Итак, нужна молитва. И она нужна в трех вот этих этапах. Первый этап – спокойствие. Вторая – оценка объема работы. И ощущение вот этой тяжести судьбы приходит в сердце. А третий этап – это этап движения внутри судьбы. И когда человек начинает двигаться внутри судьбы, он не хочет останавливаться. Такое ощущение, что хочется еще, еще, еще молиться, не хочется останавливаться. И наступает момент, что он чувствует в сердце победу. Обычно на это два часа как-то надо. Ну, в среднем, когда судьба не слишком тяжелая. У меня были периоды в жизни, когда восемь часов мне надо было, чтобы победу почувствовать. Восемь часов молитвы не писались. Какие экзамены иногда бывают в жизни. У меня не просто, у меня хорошая, сильная молитва. Я не то, что там я постоянно концентрируюсь, не отрываюсь, не отрываюсь, не отрывно концентрируюсь. И то, восемь часов. Двадцать, десять. У меня не было три года подряд, чтобы не раз в год надо полужать на двадцать, двадцать пять дней, чтобы пробить судьбу. По восемь часов в день. Ну, в среднем, два часа в день достаточно, чтобы день шел хорошо, жизнь тепла хорошо своим чередом. Это два часа в день дает знание человеку, как жить дальше. Он чувствует, что его жизнь осознанно протекает. Некоторые думают, у меня нет двух часов в день, но это невозможно. Означает, что вы живете в страсти. У вас есть, как минимум, час в день на то, чтобы посмотреть кабельное телевидение, вот, или колокольный интернет. Вот. У вас есть на это время, потому что вы так отдыхаете. Так отдыхаете с помощью молитвы, зачем вам отдыхать неправильно. Вы наполняете себя просто этой мразью, и потом от нее же потом приходится и в молитве очищаться. Так возьмите это время, сместите утром, лучше пораньше лягте, пораньше встаньте. И с утра вот эти два часа посвятите своей жизни на то, чтобы побеждать судьбу, и вы будете счастливы с жизнью. Потому что счастье достигается только сердца. Оно не достигается как-то по-другому. Скажите, пожалуйста, перед молитвой что-то надо говорить перед мальчиком. Ну, скажите Богу что-нибудь, если хотите. Всегда обычно приветствие какое-то, поклоны делают Богу. Отношения устанавливают. Например, прежде чем сказать, я тебя люблю, надо сказать, здравствуй, как у тебя дела сначала. Хотя бы, ну, как-то установить отношения, иначе как вы сможете. Скажите, я тебя люблю. Неожиданно, очень. Вы же хотите ли с любовью остановить любовные отношения с Богом? Или вы хотите его клянчить от чего-то? От чего вы хотите? Клянчить от детей, от детей, да, у Бога чего? А дети что-нибудь просить? По клянчить. А знаете, вот Бог других отношений хочет с вами. Он не хочет, чтобы вы у него что-то клянчили. Вот представьте, ребенок, допустим, подходит к папе и говорит. Папа, дай мне покушать, дай мне покушать. Как вы думаете, папа знает, что надо ребенку покушать дать или нет? Конечно, знает. Он в вашем сердце прямо находится. И он знает все ваши проблемы с детьми и все знает. Чего клянчить-то? Знаете, когда силы человек получает? Есть два способа жить. Один способ решать вопросы самим, своей силой, но клянчить у Бога. Это означает, я решаю проблемы и клянчу у него силы. А второй способ начать служить Ему. Думать о Боге, о святых людях, планиться им. Дай Бог, чтобы в вашей миссии у вас все было хорошо. Господь, я хочу, чтобы ты смог на этой земле сделать все, что ты считаешь нужным. Я хочу тебе служить. Я хочу стать инструментом в твоих руках. Займи меня в служении себе. Ты сам знаешь, что нужно мне в жизни и моим детям. Я не буду тебя трогать по этому поводу. Я хочу почувствовать твою святость, чистоту и отдавать ее людям. Я желаю всем счастья. И человек как в молитве живет, но сзади у него есть дети. Проблема же есть, она никуда не убежала. И вы увидите, как Бог изменяет ситуацию. Вы просто наблюдаете. Вы отдаете свое внимание Богу, служите Ему. И ваш взор обращает внимание, как Бог в сердце сам очищает ситуацию с детьми. И вы чувствуете облегчение потом. И вы тогда думаете, Господи, спасибо тебе. Но если вы у него клянчите, ситуация будет хуже. Это вообще везде так работает. Когда люди подходят ко мне и говорят, Алина Иначе, мою записку первую. И сразу такая. Уже не хочется. Потому что так не работает ситуация. Если человек подходит, с кровью погладет записку, то хочется ее первую взять. Спасибо. А своими словами можно? Своими словами может. Он понимает все языки, Господь. На самом деле, вы должны понять такую вещь, что мы и так с ней постоянно общаемся своими словами. Вот, допустим, кто из вас недавно вскрикнул в сердце, я уже не могу быть одна, помоги мне. Кому вы кричали? Иногда человек говорит, вот девушка в красном, да. Да. Вот вы говорите, я не могу быть одна. С кем разговаривали в это время? Со всемочниками. Вы это понимали? Да. Но чаще всего люди не понимают. Я только в себя не обращаюсь. Чаще всего люди не понимают. Кто сам себе сказал, я не могу быть одна, поднимите. Сам себе кто-то говорил? Ну, часто люди сам себе говорят, ну, с руком можно так жить. Да? Кому говорили? Себе? Дайте мне кофту. Опять меня? А что вы хотели? Пришли на лекцию и просто так, чтобы отсидеть. Просто не знаю, какие слова подбираться, чтобы сказать. Я чувствую, когда я так говорю, я представлю воздух. Мне кажется, я сама себе это говорю. Сама себе? Ну да, только можно. Вот если просто, как говорится, решая сложность, то надо себе сказать, ну, сколько можно. И в это время вы говорите не себе. Потому что вот это чувство, я себе говорю, это как раз означает, что вы говорите Богу. Это именно Он такой добрый и близкий, что вам кажется, что вы сами как будто это. Человек никогда себе не будет говорить. С тобой скучно жить. Человек, такое существует, ему с собой скучно. Мы не можем быть наедине с собой, нам надо быть с кем-то. Часто люди разговаривают по дороге и идут. Как мы с самим собой. Нет, они разговаривают с Богом. Мы рассуждаем. Рассуждаем. Как мы рассуждаем? Надо купить этот дом. Вот как ко мне молодой человек сегодня подошел, и он говорит, как вы думаете, Олег Геннадьевич, надо купить этот дом. Я считаю, что не очень он мне подходит. Ну, как он может считать, что он его взвешивал, там этот дом оценивал. Он видит дом просто и считает, что не очень. Поэтому Бог ему уже говорит, не надо покупать тебе этот дом. А он дом очень сильно хочет, а другого нет дома. Только этот есть. И он опять второй раз куда-то к этому дому. И опять Бог ему говорит, не очень тебе подходит, а ему хочется быстрее. И он ко мне говорит, подходит, говорит, Олег Геннадьевич, начал дом, я считаю, что он мне не подходит. Я говорю, ну, правильно, я тоже так считаю. Ну, то есть он сначала через себя Бога спрашивал, а потом через меня спросил. Через меня вернее. Потому что мы же Богу в сердце-то не верим. И я говорю, ну, а как же тогда, когда так вот начинаешь говорить, что до сколько это будет продолжаться, до сколько уже, ну, почему ты так столько времени уже одна? И когда задаешься этим вопросом, в себе же находишь ответ. Ну, вот он вам Бог отдает ответы. Ну, я же в себе их нахожу. Это не вы находите, это он вам находит. Вы с ним общаетесь все время. У вас нет ответов. Вы, беспомощная душа, даже тело, в котором вы находитесь, оно не управляется вами. Вы не управляете этим телом. Если бы вы управляли, тогда не было парализации. Почему рука парализована? Ну, вообще у человека просто парализована. Почему? Если бы он управлял, он бы взял и поднял ее. Почему? Он иногда поднимает, иногда нет. Иногда человек может поднимать руку, иногда не может. Почему? Потому что мы не управляем. Там внутри кто-то управляет всем этим. Вот когда вы пищу глотаете, вы знаете, как там все расщепляется, распределяется? Нет? Вы знаете об этом? Я не задумываюсь об этом. Знаю, что там все расщепляется. Все знаете, что все нормально расщепляется. Почему вам это? А иногда бывает ненормально расщепляется. Знаете? Все хорошо. Тоже знаете, иногда поел, чувствую, ненормально расщепляется. Так ведь, правильно? Откуда я это знаю? Кто докладывает? А через некоторое время поел, и так оп. Знаю, что надо идти. Иначе будет понятен. А кто докладывает мне вот эту тоже обстановку? Мозг. А? Мозг. Кто? Мозг. Ну а кто мозг заставляет докладывать? Не знаете? Мозг. Вот именно. Мы решили автоматически все происходит. Да где вы видели автоматически машину? Пусть она в столб автоматически врезается. Она сама по дороге не поедет. Где вы что-то вообще автоматическое видели в этом мире? Ничего автоматического нет, что бы приводило к победе. Все автоматическое просто разрушается. А у нас все синхронно работает в организме. Смотрите, как круто. И вы его спрашиваете, сколько можно уже? И он вам недавно сказал. Говорит, ну все, скоро выйдешь замуж. Из сердца. Говорит, я сама знаю. Откуда вы знаете? У вас просто период сменился астрологически. Вот и все. И он вам говорит, да, может выйти замуж. Но он вам еще не сказал одну вещь. Это он мне сказал. Что если молиться не будет, все равно не выйдете в хоть хороший период. Потому что еще нужно поработать, потрудиться в хороший период, чтобы выйти замуж. Понимаете? А не хочется? Я со вчерашнего дня начинаю у меня в голове происходить некоторые изменения. Я понимаю, что если я сейчас одна, значит, я достойна этого. Замечательно. И получается, что если я хочу быть с кем-то, то, значит, мне нужно поработать над собой. Поработать над собой означает молитва. Потому что у вас нет силы самой победить свою судьбу. А есть силы свыше. Если вы соединяетесь с Богом в молитве, то эти силы приходят к вам. И они как раз начинают побеждать эту судьбу. И в этом есть цель человеческой жизни. Понять, что он одинок. Ему нужны отношения с Богом, прежде всего. В этом цель всей жизни человека. Поэтому все ситуации для этого создаются, чтобы вы научились себя соединять с Богом. Это цель человеческой жизни. Высшая цель человеческой жизни. Если вы думаете, что ваша цель выйти замуж, это всего лишь средство для достижения высшей цели. Потому что, когда вы научитесь молитве, это будет более важно, чем вы выйдете замуж. Но Бог так хитрит, понимаете? Потому что мы не понимаем уже, что нам надо молиться Богу. Это самое главное в жизни. Поэтому Он создает нам ситуацию, чтобы это вынужденная ситуация была молиться. Сейчас Бог в вашем сердце обрадовался. А вы думаете, что вы обрадовались? Вот скажите, вам обрадовались вы обрадовались сейчас или нет в сердце? Чувствую радость. Радость чувствуете. Кто обрадовался? Вы? Мозг обрадовался. Это все вкупе получается. Я не могу сказать, что я считаю, что это я. Вы считаете, что это я. Вот мы путаемся с Богом, к сожалению, сейчас. Это Бог или я не знаю? Нет, конечно, не Бог. Бог во мне. Бог живет в сердце, да, человека. Он управляет своим процессом, в душах. В душах, которая зависит от Его воли. И Он вам все подсказывает. Он в виде совести постоянно общается с нами. Он вам говорит, вот, молодец, правильно сказал в сердце. Вы обрадовались в результате. Он постоянно с вами общается. Но вы ничего о нем не знаете. Это означает необразованность. Просто и все. Вы, конечно же, образованный человек. В другой точке зрения. Но это не главная точка зрения. Понимаете, главная образованность, это образованность знания о себе. Я разом в Краснодаре еду, в Краснодаре еду лекцию читать по дороге. Господь мне показывает ситуацию, что была тема для лекции. Мужик мчался на машине со всей спорта. Ну, там, понимаете, во спорте, там есть такие люди, которые знают, что такое жизнь. Они ездят по-настоящему, но один раз в жизни. Понимаете, он ехал по-настоящему, но один раз в жизни. И тресался, как бы, и смерть на месте. Он лежит уже на дороге. Вот. И когда я проезжал мимо, я увидел, как он уже находится над телом, вышел из тела. И смотрит на него, как настоящий джигит. Но не трубается. Что такое, не пойму, что случилось вообще со мной. Потому что он ничего не знает о душе. Если бы он знал что-то о душе, он бы свою смелость в другую сторону направил. Например, в логику там и так далее. А он просто ее направил для того, чтобы не угробить свою жизнь. Которая дается человеку, как великий дар от Бога. Потому что можно жить в теле кошки, собаки, там нет разума. Та же самая душа. Но другая жизнь. Неосознанная. У вас осознанное, получили осознанное рождение. И вам надо научиться принимать соотношения с Богом. Если вы в этой жизни это поймете, это память не теряется потом. Веда объясняет, что самое великое богатство это то, что остается в следующей жизни с нами. Вот деньги с собой не возьмешь в следующую жизнь. Горенькими и рождались, горенькими и уходим. А вот память о молитве, о том, как побеждать судьбу, упадет с человека в следующую жизнь. Человек ее никогда не теряет. Поэтому чему посвящать свое время в жизни? Подумайте. Может быть есть смысл разобраться, кто вам сказал. И мне кто сказал, что вы обрадовались. Подумайте об этом. Подумайте. Это очень важно. Спасибо. Еще пользуясь очень нужно, я спрошу. Я люблю петь мантры. Кого? Мантры. Это тоже получается молитва? Как напиток? Петь. Петь мантры. А, петь мантры. Я православляю. Ну, нормально, нормально. Спасибо. Да, все, что с Богом связано, это все хорошо. И молитвы, и мантры. Мантра. Ман означает дух, тра означает преодоление. Победа над умом. То есть это деятельность разума, мантра. Деятельность разума. Надо только, есть разные мантры, знаете, в времени культуры были мантры, которые были направлены на то, чтобы дождь пошел там. Мы сейчас не можем этим мантры владеть, потому что это очень сложно. Но есть мантры, которые просто означают имена Бога. Имена Бога. Вот эти мантры надо петь сейчас, очень важно. Когда человек даже молится, просто повторяя имена Бога, или обращается к Богу в молитве. Это самая лучшая молитва. Самая лучшая молитва, прославляющая Бога. Можно просто прославлять человека, произнося его имя с любовью. Например, там, Инетта, Джульетта, Рюджетта, я не знаю. Ну, то есть человек с любовью произносит имена женские. Это самое лучшее. Понимаете? Олеся, Олеся, Олеся. Понимаете, самая лучшая песня, когда произносится имя. Также человек, когда произносит имя Бога, это самая лучшая молитва. Или обращение, прославление Бога. Бога, Богородица, Девы, радуйся. Прославление Бога. Радуйся, Девы, радуйся, пожалуйста, не печалься. Продела такого сына. И так далее. Вот это самая лучшая молитва, когда мы о радости Бога или Богородице думаем, а не о своей радости. Когда человек отвлекается о своей радости, Бог начинает думать о радости человека. На этом карма заканчивается и судьба. Начинается другая жизнь совсем. Полная победа. Отстанавливайтесь от своей радости. Начните радоваться Богу. Святости, святым людям начните радоваться. Найдите себе святого человека, начните ему радоваться в жизни. И вы увидите, как он будет радоваться за вас. Он вам будет решать все проблемы за вас в сердце. А вы будете его жизнью жить. Это называется любовь. Жить в жизни другого человека. Понятно? Да? Да? Надо повседневно, конечно. Просто есть молитва, которая поддерживает сознание. Это молитва повседневная. Можете в машине молитвы читать или мантры. Можете это делать на улице, где угодно. Это просто поддерживает ваше сознание, не дает остырниться возможностям. Например, я сегодня гулял на улице перед лекцией, дышал свежим воздухом. И мимо проходил какой-то забулдыган. Я на него посмотрел. И он такой, что ты узнаешь на меня? Ну такой, со злобой, знаете. Я чувствовал, что он вызов мне сделал. Как мужчине. Типа, что ты там ходишь? Я круче тебя. Вот. И я начал читать молитву в это время, чтобы не среагировать на вызов. Потому что, когда невежественный человек делает вызов, это всегда поражение. С ним лучше просто не контактировать, забыть и не обратить внимания. Я просто не обратил внимания. Я начал успокоить свое сердце, начал думать о Боге с радостью. Он пошел себе все, забыл. Может быть, как-то еще в свою деятельность можно внедрять в какой-то виде профессиональности? Конечно, можно. Если, например, это производство продукции, а условия может быть как-то в эту сторону. Да. Но не то, что вы с помощью Бога берете и продукцию на себя направляете. Нет, ее оттуда. Нет, я имею в виду в продукцию, а это выглядело. Да. Нет, нет, это не так просто, голубчик. Вы должны настраивать себя таким образом в жизни, чтобы ваша деятельность приносила пользу людям. И тогда Бог будет ближе к вам. Не то, что вы Бога, как деньги на себя, как говорят. Как привлечь к себе деньги? Вот на эти семинары вообще не ходите. Как привлечь к себе деньги означает глупость. Вы не можете привлечь к себе деньги, потому что это Бог решает, куда они потекут, и вы не сможете его обмануть. Вот если вы будете так служить Богу, а вы, допустим, должны служить с помощью денег, с помощью средств, если вы будете так служить Богу, что Он убедит, что именно вам надо деньги давать, Он вам все эти деньги даст, у Него нет проблем с этим. Вопрос, куда вы потом направите. Конечно, не значит, что надо все деньги пустить, куда-то и разобиться. Надо поддерживать статус-кво и направлять деньги на добрые дела. Тогда Бог вас ударит силой внутренним и знанием. На самом деле, часто люди думают, что главное — это деньги. А главное не деньги, а люди. Если вы людей будете воспитывать вокруг себя, они вам дадут деньги. Понятно? Деньги, коллектив ваши, главное. Развивайте людей духовно. Когда вы начнете духовно людей развивать, вы увидите разум, как работает у людей. У меня есть один знакомый, он просто дает лекции моих послушать людям. Те люди, которые не хотят слушать лекции, это значит, что они перспективные. У них разум очень слабый. И поэтому он в них силы не вкладывает. А те люди, которые лекции слушают, они развиваются на них, он начинает повышать должности. И они потом становятся очень верными людьми, сильными, способными побеждать судьбу. Это не то, что только по моей так лекции есть, а вообще просто система. Человек хочет слушать, развиваться, значит, у него сильный разум. А часто бывает, что человек очень хороший специалист, но разум слабый. Потому что специальность — это деятельность ума. У него он хороший специалист, он выучился, он все знает, но у него разум слабый. Он неверный человек, он не способен развиваться. И такого человека не надо вкладывать, он не поможет в жизни. Найдите через звук, учитесь видеть людей, как они слушают лекции, как они развиваются в попытке победить себя. Это и есть самые лучшие верные люди рядом с вами. Понятно? Вот в это вкладывайте свои силы. А никто, чтобы у вас торговля пошла. Торговля пойдет сама, когда у вас будет сила. А сила в люди в себя. Вы слушаете голос возрешенного человека? Вместе с ним молитесь или сама по себе? Сама читаю. Ну все, значит у вас ничего не получится. Потому что вы поставили на кон свою жизнь своими силами. Понимаете, человек должен вдохнуть силы от кого-то. И, видите, каждый раз на лекции говорю, половина из вас все равно читает без того, чтобы кого-то... Вы сейчас второй раз услышите, что человек такое существо, что ему силы надо от кого-то вдохнуть. В древней культуре всегда ученик с учителем читал молитвы долгое время, чтобы потом самому читать. Даже когда он сам читал, он помнил об учителе всегда. Сейчас мы разорваны все. Сейчас такая жизнь, что люди разорваны. Поэтому у нас есть звукозапись. Мы ее включаем, и Бог нам дал эту звукозапись для того, чтобы соединиться со звуком старшего. И от его имени, так же как он, начать молиться, то есть его силу взять в себя. А вы говорите, я отвлекаюсь, у меня нет концентрации. Конечно, то же самое я сейчас. Я же вам показывал. Я повторяю, я желаю всем счастья сам. Включаю голос развышенного человека сразу сильнее. Слушайте, как я опираюсь голосом на молитву. Слушайте, я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Видите, операция нервничка стала. Чувствуете? Я желаю всем счастья. Теперь смотрите, я вспоминаю звук вот этой молитвы. Вспоминаю, просто в памяти держу. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Видите, я вспомнил. А теперь я слушаю звук. Вы чувствуете разницу, да? Я сам говорил, я сам говорил, одна сила. Вспоминаю другая тела сила. Теперь смотрите, я слушаю. Я желаю всем счастья. Я желаю всем. Видите, слабее уже. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Теперь, почему мы поедем одиночку молимся? Потому что мы верим в себя. Понимаете, в себя верим. Мы не можем поверить, что мы проводники и силы. Нам хочется своими силами все решать. Поэтому мы мучаемся. И это означает неудачники. Там же несчастные были никари. И никари означают не имеющие знания. На лицо ужасные, добрые внутри. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачет Богу, молится, не жалея слез. Ну, то есть, почему они плачут? Они говорят, ну, выходи, его запроводил, ловился. Он не ловится. Почему? Потому что молитва неправильная. Нужно опираться на силу, на чудо. Это знание. Которое с древних времен люди имели. Сейчас мы забыли об этом. Мы играемся только на себя. Поднимите руку, у кого наставник в жизни есть. Пять-шесть человек обычно поднимает. Означают разумные люди, у кого есть наставник. Они опираются на силу старшего в жизни. Это уже разум. Это означает сильная жизнь. Все остальные опираются на свою силу. Почему Бог не дает наставника? Потому что мы не хотим. Начните слушаясь Богу. Поклоняйтесь святому человеку. Потом этот святой человек, его воля могущественная, даст вам наставника. Вы будете уже советоваться со старшим в своей жизни. Не просто опираться у нас в свои возможности внутрь. Когда ваша жизнь станет могущественнее уже с этого момента. ответил на ваш вопрос. Скажите, а вот я молюсь Иисусовой молитвой. Замечательно. Молитесь дальше Иисусовой молитвой. Спасибо. Кто спрашивает? Молитесь своей верой, своей молитвой. Ничего не надо менять. Сто раз вам об этом говорю. Все равно не слышите меня. Оставайтесь там, где вы есть. Бог вам уже все дал. Если нет своей веры, ищите. Если вы ищите, то ищите сразу везде. Везде есть христианья, есть лидическая культура, есть иудейская культура, есть мусульманская культура. Везде есть сила. Везде есть знания. Везде есть могущество. Везде есть глупость. Глупость означает фанатизм. Если человек фанатиком становится, он ненавидит другие веры, только свою. Это означает, что он встал на первую стадию глупости. Первая стадия глупости – это непризнание, что Бог есть в других верах. Вторая стадия глупости – это неприязнь к другим верам. Третья стадия глупости – это вражда с другими верами. И четвертая стадия глупости – это убивать людей в другой вере. Пожалуйста, выберите, на какой стадии вы находитесь сейчас. И уберите это из своего сердца. Потому что разум означает, верите, что Бог дает всем людям на земле знания о том, как жить. Нет такого, чтобы один народ в одной вере знал, имел это знание, и все остальные были совсем уж туземцами. Это означает безграмотность, то есть непонимание, как Господь действует. Это все. А почему люди из-за веры убивают друг друга? Это опять безграмотность тоже религиозная, духовная. Незнание, как Бог действует. Просто все. Надо, наоборот, убить людей других вер, разных вер, наоборот, убить и учиться. Это признак разумности образовывания человека в жизни. Но это не значит при этом менять свою веру. Надо оставаться в своей и любить других. Например, если я уже женился, это не значит, что я ненавижу всех остальных женщин. Не люблю только своего. Нет, убиваю даже всех остальных женщин. Ах, ты считаешь себя женщиной. Ну тогда все, как я с ним. Понимаете, это безумие. Я люблю одну женщину, она моя жена, и при этом очень уважаю других. Но я при этом, как бы, не строю с ним близкие отношения. Как человек в своей вере строит близкие отношения, уважает всех остальных, относится с благодарностью ко всем. Это признак культуры, как надо жить. Безкультура и означает. Человек. Когда я не хожу домой, у меня такая потребность. Подождите, подождите, я еще не договорил, и не давал вам вопросу, что это такое. У нас спорта на вас пошли. Итак, мы с вами говорили о том, что надо опираться. Опираться на что-то в жизни. Давайте послушаем песню об этом. Нужна какая-то сила, понимаете. Это я вам предлагаю опираться на зубы. Это самое простое. Есть также другие виды опоры. Например, человек опирается на святой предмет, который связывает его с верой. Давайте посмотрим, как опирается человек, как побеждает судьбу. Хорошо? Песни послушаем. Спасибо. Песня. 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 Нашли из данных лет, и Матушка Любовна надела в чайство суток. Под крестик и сон, родной, трон и свет, Подводит он беду, как Матушки в руки. Мамин крестик, бедный крестик, на тесеночке его. Мамин крестик, бедный крестик, небогатый. Мой хранитель, мой спаситель, ангел земной. Я в тиганой крестик, пею святой. Я в тиганой крестик, пею святой. Как часто обрывалась тесеночка, Всех горьких узеньков, не сосчитав на сердце. Но чем трудно ли был, в свой жизни крест нести, Тем ближе и теплее. Казался мамин крестик, мамин крестик, бедный крестик, Бедный крестик, небогатый. Мой хранитель, мой спаситель, ангел мой земной. Я в тиганой крестик, пею святой. Я в тиганой крестик, пею святой. Подброшу вверх монет, ни решка, ни орел. Монетка на ветре, покатится колечко. Туда, где белым снегом калины пуск отцвел. И матушка живая, все мажется из крылечка. И матушка живая, все мажется из креста. И матушка верит в то, что побеждает сугубо по-настоящему. Понятна система? Нужны отношения. Понятно, допустим, у вас родители не святые, не возвышенные. Но нужны отношения. Когда человек начинает поклоняться святому человеку, Через полгода он уже становится родственником его. Понимаете? То есть ближе всего на свете. Ближе, чем родители, ближе, чем кошка с собачкой. Сегодня бабушку одну видела на улице. Она шла с собачкой. Мы гуляли на улице. Она подошла и начала говорить о собачке своей. Смотрите, она не кусается. Она просто понюхает и пойдет. Она хороший человек. Она не сказала так человеку, но просто она так не говорила о собачке. Я увидел, что у нее уже формируется тело собаки в следующей жизни. Потому что у нее в жизни никого нет, вот этой бабушки Старинка, кроме вот этой собачки. И она постоянно думает о нем. О чем бы человек в своей жизни не думал, в следующей жизни он получает такую жизнь. К чему бы не стремился человек, а он такую жизнь получает. Если вы стремитесь к святости все время о святом человеке, то вы какую жизнь в следующей жизни получаете? Подумайте об этом. Потому что веды объясняют, что тело человека, тонкое тело, это тело желания. Какие желания у человека активировали, он таким становится. Дедушка в пожилом возрасте становится похож на женщину, он такой мягкий становится. Бабушка становится у мужика похожа. Что женщина думает о мужчинах, всю жизнь мужчина, о женщинах. Они меняются местами. В следующей жизни мужчина, женщина и становится женщина-мужина. Человек, когда разочаровывается в жизни, начинает собачек заводить, и только о собачках думает, тогда тело это животного. Но если человек думает о святости, тогда он получает просветление. Он становится все возвышеннее уже в этой жизни. Он сиять уже в этой жизни начинает, если он связан со святостью в своей жизни. И он побеждает свою судьбу. Уже в этой жизни обретает счастье и победу над всеми трудностями. Я не знаю ни одной женщины, которая бы недостойна была быть замужем. Я не знаю ни одной некрасивой женщины. Я знаю только несчастных женщин, которые не знают, что в своей жизни делать. Я не знаю ни одного мужчины, который бы недостоин был быть сильным и способным побеждать, подарить счастье кому-то в жизни. Я вижу только мужчин, которые не способны это делать. Понимаете, Бог в мужском и женском теле уже дал все. Больше того, я знаю одну слепую женщину, и у ней возвышенный муж, святой человек. Он ее не бросает. Она ему лучше всех на свете. Почему? Потому что она такая вот красивая душа. Понимаете, душевная красота, она светит в тысячу раз лучше, чем красота тела. Когда человек ее заметил в женщине, тогда он уже не захочет, но ни на что ее променять больше. Дайте все это понять. В этом мире есть много чего недоступно для нашего знания. Надо глубже смотреть на эту жизнь. Вот, допустим, есть такой поэт, он ушел уже из жизни. Его зовут Радыград Тогор. И он, когда уходил из жизни, он оставил наставление своей жене, как строить отношения с ним после того, как он уйдет из жизни. Написал это в стихах. Он сказал ей, что я уплываю от тебя сейчас, и время меня несет с края на край. С берега к берегу, сотни лет, сотни лет, друг мой, прощай, но ты вспомнишь меня обязательно. И больше того, если ты поймешь, что я тебя люблю, тогда даже ты, когда будешь оставлять тело, ты не сможешь, ну, не будешь побеждена смертью. Потому что смерть, побеждающий вечный закон, это моя любовь. Мы не расстаемся с тобой, мы остаемся вместе. Ты даже на поздней окраине жизни своей будешь помнить об этом. Он так и говорил, когда оставлял тело. Это означает верность, означает, люди не расстаются. Понимаете? Они любят друг друга дальше, любовь продолжает оставаться. Вы скажете, ну, как он остался, человек ушел, все в твою любовь. Я вам клянусь, я видел это своими глазами, как это происходит, как люди сохраняют отношения, даже больше никто не нужен. Они испытывают счастье, продолжают отношения, потому что эти отношения сформировались правильно. У нас проблема заключается в том, что мы живем друг с другом, у нас и отношений-то толком нет. Мы просто пользуемся друг другом, мы никогда человека как душ не воспринимаем, потому что ничего для него душевного и не сделали за всю жизнь. Мы просто делаем из страха что-то ему, или боимся потерять, или просто он требует. Но от сердца мы не служили. Когда люди от сердца служат, у них сердечные отношения устанавливаются, они счастье испытывают огромное. Чистоту человеческую чувствуют друг другу. Слушайте. Ветер ли старое имя развеян, нет ни дороги, мы брошены края, если увидеть пытаешься издалей. Не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я отплываю, и время несет меня с края на край. С берега, 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 берега. Ветер весенний ночной принесет тебе вдох от меня. Ты погляди, ты погляди, ты погляди. Ты погляди без отчаяния, ты погляди без отчаяния. Стыкнет ли, примет ли облик безвестного образа, будто случайно. Это не сон. Это не сон, это не сон, это вся правда моя, это истина. Смерть побеждающий вечный закон, это любовь моя. Это любовь моя. Это любовь моя. Если это так, что любовь является смертью побеждающим вечным законам, когда подумайте, любили вы на этой земле или нет. Подумайте, любили вы кого-то действительно на этой земле? Или, может быть, вы так думаете, что вы любите? Или любили? Потому что любовь означает другое. Означает самопожертвование для человека, отдание себя. Означает служение ему. Чисто и светлый взгляд на этого человека, а не взгляд с позиции своих опытов и желаний наслаждаться им. Вот что значит любовь. Она совсем другую природу имеет. Она дает настоящее счастье человеку в жизни, которой невозможно никак описать слова. Я не могу вам это объяснить. Но если вы хотите знать, когда наступает победа над судьбой, когда я могу вам это знание передать опять через песню? Но вам надо внимательно слушать. Потому что сейчас будет веса не о человеческой любви, а любви к Богу. Но она идет через человека всегда. Через возвышенного человека. Через святого человека. Попытайтесь это понять, что именно то чувство, которое вы сейчас услышите, является силой, побеждающей судьбой. Когда в вашем сердце это чувство к святости вспыхнет, к мамину крестику, или к иконе святой, или к святому месту какому-то, тогда в этом случае вы сможете победить свою судьбу. Это чувство, которое вы сейчас услышите, является победоносным чувством. Именно такое чувство, которое вызывает у человека желание на служить святости и думать о ней постоянно. Это чувство является самым сильным, которое только есть в одной этой земле, способным побеждать любые препятствия в жизни, любые трудности. Именно этому надо побеждать, посвящать больше всего времени в своей жизни главного. А главное время – это утреннее время. В это время больше всего силы у человека, больше всего чистоты в атмосфере. И человек, когда с утра настраивается на святость и достигает вот этого чувства, которое вы сейчас услышите, означает желание думать о святом человеке, служить ему, или о священном писании, допустим, о святом имени, как угодно воспринимать. Но все равно все идет через людей, через старших. Поэтому вот это чувство к старшим является все равно основой для победы над судьбой. Слушайте внимательно, пытайтесь понять чувство, запомните его. Если у вас оно возникнет, то дальше всегда обращайтесь только к нему в жизни. Никогда не доверяйте просто себе. Всегда устанавливайте связь с чистотой, со святостью, и тогда вы будете наполняться силой и побеждать судьбу. Не своей силой, а высшей силой. Ваш путь мне не ведом, куда летите вы. Я за вами, за вами снегом, чтобы стать гладком воды. Там, где солнце обжигает, по песку, как по углям. Мне вашей веры не хватает, чтоб припасть его ногам. И не будет только рядом быть. Только рядом быть. Только рядом быть. Стать ветром, напевая ваши песни. Стать ветром, напевая ваши песни. Стать ветром, напевая ваши песни. И так, это чувство, когда человек наполняется любовью к святому человеку, тогда в этот момент он именно с Богом строит свои отношения, потому что напрямую нам трудно его понять. Вот через сердце, видите, мы не понимаем, что он с нами общается. Но когда мы начинаем чувствовать любовь в чистоте человеческой, это означает, как раз эта чистота, она имеет божественную природу. И человек, чувствуя чистоту человеческого, он с Богом начинает на самом деле отношения строить. И в этот момент он начинает наполняться такой силой, которой все препятствия сметают в жизни. Эта сила дает возможность быстро почувствовать спокойствие, быстро почувствовать объем работы своей судьбы, сколько мне надо перелопатить, чтобы победить ситуацию. Начинает чувствовать движение внутри ситуации, начинает чувствовать победу внутри этой ситуации. Победа означает знание, всегда так же. Вот вы молодой человек должны почувствовать, что вы спокойно уже к девушке относитесь. Как вы хотите, чтобы она была счастлива, а не хотите собрать ее в себе. Понимаете? И тогда в этот момент вы начнете попреждать судьбу, она по-другому начинает выписать. Для того, чтобы это почувствовать все, нужна сила, нужна концентрация. Поэтому во время молитвы человек должен создать обстановку. Вот молодой человек спросил, можно ли по дороге, на работу? Можно, но это не даст победоносную силу. Нужно обязательно хотя бы какое-то время, в день сесть неподвижно или встать. Последоточиться на алтаре, потому что это место силы, оттуда сила идет. Вы уже там общались с Богом, у вас есть память. Зажигается свечка, потому что очищает, огонь очищает пространство. Не лампочка, а свечка. Потом дальше отключается и звук молитвы, той, которой вы доверяете голосу, у вас высшенного человека, начинаете вместе с ним. Может быть, молитва другая, не обязательно это же. Но настроение, важно настроение. Вы опираетесь на звук, на настроение вашей веры, желательно молитва, чтобы была ваша вера, настроение похожее на ваше. Но вы должны опираться на человека. И вы начинаете молитву. Молитва не должна быть слишком длинной. Молитву, побеждающую судьбой, обычно прославляют Бога, и обычно они короткие. Вот Иисусова молитва — идеальные варианты. Она быстро читается, она небольшая, и она, допустим, дает победу. И так далее. То есть идея в чем заключается? В том, что человек должен выбрать положение тела, неподвижно находиться. Движение любое означает деятельность ума, неподвижность означает деятельность разума. Когда человек стоит неподвижно, он учится терпеть судьбу, принимать ее стоя, принимая судьба, неподвижно стоя. Поэтому во многих крабах все службы проходят в неподвижном состоянии стоя, человек принимает судьбу. Дальше. Стоя на коленях, когда человек на коленях стоит. Это означает смирение. Человек не просто принимает судьбу, а он как бы ее начинает переваривать. Он мирится с ней, то есть он в сердце ее вводит свое. Когда человек садится вот так, с коленей садится вниз, то у него появляется способность пробивать судьбу, концентрироваться и идти вперед. Он движется вперед под ней, а судьбу такой, коза алмаза называется, коза, победа в судьбу, вперед движения. Дальше. Когда человек, есть несколько еще другие положения, они нетрадиционные такие, необычные, кажется, что может быть это неправильно. Ну попробуйте, тоже хорошо. Есть такая коза бабочки, вот стоп вместе соединяются, и коленки разводятся вот так. Женщинам это помогает, кроме всего прочего, кроме молитвы, еще укреплять гормональные функции, и все женские органы начинают хорошо работать. А мужчинам это помогает победить в ожирение, то есть у них психика крепнее, они становятся устойчивы к отношению к женщине, коза бабочки. При этом спина немножко такая полусогнутая, но ноги вот эти вот, они так стараются, ближе к телу подвести. И еще под носа, на позолоке, но хотя бы одна нога кверху, если от другой лежит, это усиливает концентрацию внимания, если у вас рассеянное внимание, то вот эти ноги, они просто с их голову вот так вот держат в тисках. Человек очень сильно концентрируется на одной точке. Если вы ходите во время молитвы, то вы тогда не будете побеждать судьбу, вы просто обдумываете. Иногда человеку хорошо молиться во время помышления. В это время разум тоже работает, но работает на обдумывании. Это не пробивается судьба, а человек как бы в это время осознает ситуацию просто. Ну допустим, у него есть на работе какая-то ситуация, он ходит, молится, и она осознается, он думает об этой ситуации. Но параллельно он молится одновременно, тоже нормально. Но в это время надо больше концентрироваться на звуке молитвы, чем на ситуации. Тогда она будет перевариваться, это если вы в ситуацию ушли, тогда вы забыли о молитве. Когда ситуация вас захватывает, вы начинаете волноваться, переживать. И это не победа над судьбой. Победа над судьбой означает ситуация на заднем плане, и она переваривается молитвой, становится ясной. Вы не сильно о ней думаете, но больше думаете о молитве. Когда человек в неподвиженном положении находится, он может вообще забыть из ситуации. Это самый лучший вариант. Чем больше человек погружается в отношения с Богом, со святостью, тем сильнее все ситуации в жизни решаются сами по себе. И когда нужно, в нужный момент, Бог вам в сердце покажет то, о чем сейчас надо беспокоиться. Но это не значит, что надо забыть молитву и в это погрузиться. Надо на заднем плане держать ситуацию, и она должна таять в вашем сердце, становиться слабее. Память о ней должна становиться позитивнее. Такой процесс. Каждый день, если человек это делает, кроме того, неподвижное положение чьего тела, оно пробивает хронические заболевания. Когда человек сидит в неподвижном положении, есть три этапа. Может быть, вы не сразу сможете до третьего этапа дойти, и не будьте осторожны, не перенапрягайтесь. Но в суд такая, первый этап, тело отекает, все. Означает тонкие каналы психические напрягаются. Потом боль начинает в теле происходить, это значит, пробивается энергия сквозь эти каналы. А потом в теле появляется легкость, это значит, что она пробилась энергия уже. Все. Понятно, да? Еще важно учиться готовить с молитвой. У нас есть уже много лет ребята учат, как готовить с молитвой. Не знаю, где их, где планка, где записочки. Где? Где? Абью. Абью. Ну. Представь. 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 etus Спасибо. В 15 лет семья Стасдовы проводит эти курсы, я в 15 лет сюда езжу, они каждый раз приходят ко мне, каждый раз люди приходят ко мне на курсы, они там на курсах также учат маленьких людей. Кто уже был на этих курсах? Ну, мне уже понравилось вам? Да. Мне тоже понравилось, они ко мне приезжали, тоже готовили, мне понравилось. Спасибо вам большое за заботу о них. Я очень рад. Одна девушка попросила меня тоже «Восточный мир» объявить, есть такой интернет-магазин, там можно купить индийские специи, пряности, благовония, книги. В интернет найдите, наберите «Восточный мир» просто, и найдете. Это Катеринбургская фирма, они мне подарили тоже сладости. Я думаю, все следует знать об этом, что здесь есть такая тоже услуга. Также хочу вам объявить, пока вы еще не купили билеты, знаю, есть еще билеты или нет на спектакль. Есть? А? Пять билетов осталось. Ваша удача. Если вы не попадете на спектакль, пожалеете. Это очень мощный спектакль, действительно. Вы просто испытаете глубокое чувство победы над судьбой. Там просто будет, вот, они, артисты будут показывать, как женщина должна понимать мужчину, как мужчина-женщина. Это будет такой мощный интерактив, который даст вам просветление мозгу. Если еще какой-то не купили, покупайте. Там пустят еще без билетов тоже. Можно прописать. Придется, наверное, сидеть на стуле. Не надо, по-другому как-то, на ступень как-то, не знаю. И так у нас сегодня тема лекции. Это победа над семейными трудностями. Победа над семейными трудностями означает всегда знание. То есть это то, что мы должны знать, как это делать. Первое знание — это принятие. Я об этом говорю, но чаще всего люди не понимают. Например, любой вопрос, который вы задаете знал, означает неспособность принять ситуацию чаще всего. Вы говорите, у меня вот такая ситуация. Что мне делать? Я говорю вам уже сейчас прям, всем сразу, саму саму принять ситуацию. Означает понять, что это дано мне судьбой, это положено мне так, это моя ситуация. И надо к ней привыкнуть. Надо почувствовать, что это хорошо, это нормально, что у меня вот именно такая ситуация. Как только вы это почувствуете, сразу будет следующий этап. Придет знание, что с этим делать. Допустим, вы не замужем. Хорошо, примите эту ситуацию. Я не замужем. Это моя ситуация. Мне так положено жить. Потому что бунт в сердце не дает возможность выйти замуж. Надо принять ситуацию. А потом дальше, следующий этап. Это уже учиться быть счастливой, даже не замужем. Означает любить в тем условиях, в которых ты находишься. Часто женщины дают звуку, говорят, да я не могу любить уже, все, я не могу никого любить. Потому что я одна, а он не любит. Сколько людей вокруг, разве не было любить? Любите всех вокруг. Подружек, птичек, жучек, внучек. Всех, кто вокруг находится. И как только вы это будете делать, сразу у вас женская энергия начнет двигаться внутри. Вы станете красивой. И сразу кто-то захочет воспользоваться этой красотой. А вы не доверяйте ему этому желанию, а держите его на расстоянии, рыбачьте. Не давайте, не сразу не выдергивайте, он сорвется. То есть в постель прыгните, сразу человек наслаждается женским делом, потом уходит. А надо его держать на расстоянии, чтобы он общаться, учился. Воспитывайте его. Сделайте его мужем, а не любовником. Нужна для этого сила женская. Нужно молиться, чтобы не поддаться на провокацию. Потому что чем больше женщина держит человека, тем сильнее у него появляется правильное понимание вещей. Он трезвеет, начинает думать, может нам объединить свою. Потому что мужчине нужна такая недоступная женщина. Понимаете, чем больше она недоступна, тем больше хочет ее завоевать. И в конце концов человек начинает понимать, что надо просто брать замуж, а не баниться. Тогда всю жизнь с этой недоступной женщиной будет жить. То есть тема есть там. Мужчинам нравятся недоступные женщины. Поэтому в древней культуре всегда женщины закрывали тело, чтобы быть недоступными. Они, как бы до них было трудно дотянуться. Нам было как-то знакомиться через родителей все время. Сейчас женщина открытая, доступная, все попользовался и выбросил. Потому что в женщине главное это не постель. В ней главная ее чистота. Если человек просто женщину в постель затащил, он чистоту ее не смог увидеть в этот момент. Чистоту можно увидеть в отношениях. Женщине не доверяйте вот этому желанию мужчин в постель пробить. Никогда не доверяйте. Это не поможет вам создать себе 100%. Я вам гарантирую. Жадно? Да. Транди-сексуальную потенцию хочется рисовать? Не слышала. Вы хотите правду узнать, что ли? Нет, я хочу... Я хочу узнать, как на рассчитан можно донести это. Что нужно определенную степень целомудрия и положения соблюдать, чтобы это помогало духовному. То есть вы говорите сейчас о себе или о нем? Ну, скорее о мужчине. Значит, вы на какой стадии победы на судьбе? На первой. Означает, он виноват. Да. Как перейти на вторую? Для этого нужно знание немножко. Сейчас объясним. Вот смотрите. Всегда мужскую половую энергию разжигает женская природа. Женская природа, она горячая по природе, мужская, холодная. Мужчина, когда женщину не видит, у него ничего не возникает. Природа где-то надо увидеть ее. То ли в уме, то ли так, по-ему. И вновь спахнул слезу рукой, и снова вижу образ твой подобно. Понимаете? Ну, где-то надо увидеть. Вот. Теперь. Слушайте дальше. Само наслаждение жизнью у женщины и у мужчины построено по-разному. Мужчина может наслаждаться жизнью только через одно место. Примитивный, примитивный такой вид создания жизни мужчины. Примитивное устройство. Только через одно место может наслаждаться жизнью. А женщина, она вся из себя, понимаете? Она наслаждается жизнью не только своим телом, а также то, с чем тело соприкасается. То есть, она получает от мужа, допустим, квартиру. Она ходит в этой квартире. Ей там хорошо. Она там... Постель хорошая. Кухня красивая. Она там наслаждается всем шторками. Там всем наслаждается. Ну, балдеет, короче. Ей там нормально, хорошо в квартире. И в это время, когда она наслаждается жизнью рядом с мужем, в это время она становится очень горячей. Ну, то есть, у нее энергетика становится очень горячей. Она разжигает психику мужчины. И он хочет ей воспользоваться. То есть, чем больше женщина балдеет рядом с мужчиной, тем больше мужчина тянет ее к постели. Для того, чтобы поделиться. Ну, то есть, он хочет, чтобы вы поделились с ним счастьем. Потому что он, как бы, не может сам балдеть в квартире. У него балделка вот в этом не работает, как у женщины. Ну, комфорт, вот это чувство комфорта. У мужчины нет вот такого. У него так не работает система. И он хочет, чтобы она поделилась. Почему так все устроено в этом мире? Потому что, вот когда создается комфортная ситуация, это время для того, чтобы рожать детей. Потому что, когда женщина зачинает ребенка, у нее балделка вот эта вся уходит в ребенка. Как это, как это, курица, как бы, когда они бегают. Знаете, когда яичко появилось, она... То есть, она все, как бы, она застыла, замерла на месте. Все, не хорошо. Ну, то есть, у нее все, энергия пошла в ребенка. Тихо, 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 все, не мешаете нашей медитации. Итак, что дальше происходит? Когда рождается ребенок, половина половой энергии у женщины уходит в ребенка. И наполовину мужчины становится легче. Он же не такой агрессивный. Не бросается на жену там, на стену не лезет. А? Что? Погодите, успокойтесь. Погодите, спокойно. Не, спокойно. Я еще не договорил. Если вы продолжаете лезть на жену, это значит, нужно второго со временем заводить. Вы понимаете? То есть, а если уже пять, и он продолжает лезть, значит, ему молитвы не хватает. Нужно просто учиться контролировать себя немножко просто, и все. Ну, то есть, по крайней мере, до двух детей надо понимать, что это идет от того, что женская энергия, она очень сильно активна в сторону самонаслаждения, и она разжигает мужчине половое желание. И не надо мужчину в этом обвинять. Просто, или сами себя обвиняете, что вы слишком балдеете рядом с ним. Или, и пытаетесь балдеть меньше. Тогда тоже успокоится. Женщина, понимаете, в семье женщина контролирует всю ситуацию. Она контролирует настроение, половые желания, контролирует любовь, понимаете? Вот в ее теле все находится. Она является средоточением жизни всей семьи. Вот женщина плохое настроение, у всей семьи плохое настроение, понимаете? Она тот дивизион, который управляет концертом внутри семьи. Понимаете? И надо все, что происходит внутри семьи, надо понимать, что это от вас идет. Потому что мужчина, он управляет концертом там, в обществе, он туда силы направляет. А мой, он приходит отдыхать. А вы там трудитесь. Вам дал Бог полномочия. Вы все управляете. Все вокруг вас. На ком сосредоточены дети? На матери. На ком мужчина сосредоточен? На жене. На ком родители сосредоточены? Опять же на женщине. Она является основой. Если она это понимает, она любит и родителей мужа, и родителей своих. И тогда мир наступает в семья. Если она только своих любит, тогда родители мужа начинают рукобинивать. Нам не хватает любви. Ругаются же. Потому что женщина должна всех любить вокруг. Она является центром семьи. В семье центром. Но если она только о себе думает, капризничает, тогда все страдают. Все. Даже собака вык начинает. Кошка в доме. Ну, давай. Ну, давай. У него ощущение, что он вообще брошен. Правильно. Он заводит к себе любовницу. Да. А как вы думаете? Нет, а как с этим бороться? С мужиком бороться? Ну, надо убить просто, и все. Надо, значит, как-то жить и так, что не ребенок главный, а муж главный. Конечно. Об этом управляют деды. Но, 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 но энергия уходит на ребенка, как мужчина не чувствует это. Понятно. В этом аскеза заключается. Он привык к огромной энергии, которую женщины на него тратят. Да. Управлять ребенок, он тут же смотрит на другую женщину, которая... Ну, ну, все правильно. Хотите показаться? Я объяснил вам. Вы не даете мне сказать. Можете третий раз мне ожидать сказать. Я послушаю. Когда вы решили слушать, я буду говорить. Знаете, почему он так много говорил? Она мне говорит, Олег Геннадь, все равно вы не понимаете мою ситуацию. Не можете понять, что я любила его очень сильно раньше, а теперь я сильно люблю ребенка. Чего он хочет вообще от меня? Да? Я его лучше люблю. Я его люблю. Так вот, слушайте теперь. Есть знание. Оно выше наших чувств находится. Понимаете? Поэтому оно и священное. Оно говорит, что выше всех надо любить Бога. Потому что, если ты любишь ребенка больше всего, ты будешь ошибаться в жизни. Или мужа больше всего тоже будешь ошибаться. Ты за все это будешь страдать. Больше всего в жизни надо стать облаком защитным от беды, стать ветром, напевая вашу пись. Надо любить больше всего святость, чистоту. Надо молиться Богу. И это как бы главное в жизни сделать фундаментом. Дальше следующее. После этого идет муж у живых женщин. На втором месте стоит муж. Хотя дети тянут на себя силу, потому что от них исходит огромное счастье для женщин. Оно затмевает мозги. И женщина начинает думать искренне, что именно ее долг больше всего на свете любить именно ребенка, а не мужа. И это ошибка, которая потом стоит очень тяжелых испытаний для женщин. Она сначала балдеет, когда ребенок маленький, а потом хлебает и солдом. С помощью аскезы внутренней женщина должна все-таки сохранять очень сильное желание служить и заботиться о муже. И в этом случае как бы меньше уделять своих сил ребенку. Если женщина на первый месяц ставит Бога, на втором мужа и на третьем ребенка, тогда дети вырастают послушными, смиренными, разумными, желающими служить родителям. Потому что это же самая сила, с помощью которой вы балдеете от ребенка, она начинает притягивать ребенка к вам. То вы к ребенку притягиваетесь, а то ребенок будет притягиваться к вам и будет заботиться о вас служить. Он будет чувствовать, что ему родители нужны, если энергия в семье идет правильно. Но если вы хотите балдеть от ребенка, он вырастет эгоистом и будет вас мучить. А вы будете привязаны к нему психически, потому что женщина получает свое счастье через детей. И вы захотите жить его судьбой. И поэтому будете постоянно его заставлять жить так, как вы хотите, и мучиться от того, что он не живет так, как вы хотите. А он будет мучиться от того, что вы мешаете ему жить, и в конце концов вообще может разорвать с вами отношения. Понимаете, так много женщин живут, что они постоянно лезут в жизнь своих детей. Пытаются ее наладить, потому что они наслаждаются их счастьем. А у человека не всегда в жизни счастье бывает. Иногда бывают страдания и трудности. Женщины этого понимать не хотят. Они хотят, чтобы они делали дети так, как они хотят, и все равно. Они мучают своих детей, не дают им нормально жить и в конце концов разрушают отношения. Причина – эгоизм. С самого рождения такая женщина постоянно наслаждалась ребенком, не хотела ему служить. А служить ребенку означает скромность. Скромность родителей должна изменить. Конечно, нужно счастье дарить маленькому ребенку. Это факт. Но, опять же, дарить счастье ему не означает волнеть от него. Означает давать ему возможность жить, учить его. Просто чисто физически даже маленький ребенок любит очень много заботы. Нормально, да. Отлично. В любом случае, к тому же мало хватает в первый год. Нет, вы ошибаетесь. То есть, если вы правильно поставите его приоритеты, у вас все будет распределяться хорошо. Понятно. Ничего вам не понятно. Вы только начали это осознавать. Вот сейчас начнете молиться, вы поймете, что Бог все решает в вашей жизни, а не муж и ребенок. Вы сейчас думаете, что ребенок в вашей жизни все решает. Это ошибка. Вы поверили в ребенка. Будет от за этого потом разочарование в семье в жизни. Это факт, что мужчина сейчас в вашем уши, он обкрадывается вашей энергией. Это первая ошибка, которую вы допустили. И больше того, вы считаете, что по-другому невозможно. Это вторая ошибка. Потому что вы не знаете, что силы у человека всегда идут от Бога. Вы сейчас говорите, мои силы не могут распределиться. Мне надо очень много энергии отдавать ребенку. Это факт. Но если будете молиться, тогда у вас будет больше силы. Вы тогда сможете отдавать силы и мужу. А если вы будете молиться, еще Бог вам даст знания, и вы поймете, что муж останется с вами на всю жизнь, а ребенок только на 20 лет. И потом ищи его, лови, он пойдет в своей жизни. И вы не сможете его поймать дальше. А муж рядом все время будет. Всю жизнь. Что-то вы так загрустили. Вы так сильно хотели вопрос. Да, сейчас вы что-то грустите. Почему вы грустите? Я не грустила, но вот я услышала ответ, и я не понимаю. Молодец. Спасибо большое. Разумная девушка. Когда человек услышит ответ, всегда сначала горький вкус идет, потом сладкий. Сначала так по себе немножко становится, а потом раз-раз все налаживается, и пошло. Объем работы, когда человек получает, сердце понимает, сначала горький вкус идет, потом сладкий в жизни начинается. Потому что побеждаешь, если не будет, начинается сладкий вкус уже. Ваш вопрос? Вот если мужчина выбрасывается, все понятно, нужно рожать. А если ситуация обратная, если женщина покоя не дает? Тем более надо рожать. Женщина покоя не дает, значит, надо срочно уже для ребенка начинать. А если не чувствуешь себя к этому голову? Ну, мало ли, что вы чувствуете. Поймите, что чувствовать женщина должна ей живо-нашивать. Веды объясняют, что если женщина хочет ребенка или бросается на мужа, это значит, что у нее хороший, благоприятный период идет, у нее немного энергии, ей нужно немедленно начинать ребенка. А потом у нее этот период заканчивается, и ей уже трудно будет зачать ребенка. У женщины всегда циклами все это идет. Один период хороший, потом он заканчивается, два-три года плохой. Потом опять хороший, бывает на пять лет плохой период. А бывает плохой период, вообще наступает бесплодие, и женщине надо вылечиться, прежде чем зачать ребенка. И попасть еще на хороший период, на следующий потом. Поэтому лучше не париться, сразу быстрее зачать, потому что у женщин также работает другая система. Если она ребенка зачала, даже у нее, если трудно работают эти функции на зачатии, она зачала одного ребенка, и в тот момент, когда родила она ребенок, который есть у нее, он дает ей силы на то, чтобы эти гормональные функции хорошо работали. И пока она грудью кормит, в этот момент в 10 раз легче зачать второго. А потом, когда она грудью кормит, если вам три надо, еще третьего можно зачать. И поэтому, как бы, один за другим гораздо проще. А если у нее остыли гормональные функции, опять тяжелее зачать потом? Система ясна? Ну, а если она и сама ребенка еще не хочет? И мужчина ребенка пока не готов еще рожать. А вот? Только сайта. Ну, значит, у вас мозгов пока нет. Что я могу сказать? Бывает, человек большой стал, взрослый, у него все выросло, кроме мозгов. И он начинает сексом заниматься, не понимая, что эта энергия предназначена для зачатия детей. Бог это специально все сделал не для того, чтобы балдеть друг от друга, а для того, чтобы зачинать детей. Потому что вы не знаете последствия, вы сейчас будете просто балдеть друг от друга. Дальше все будет понакатанно. Первая фаза отвращения друг к другу, то есть, когда присущается, когда люди сексом занимаются, они хотят заниматься сочинением детей, проходит определенное время, они присущаются друг к другу. У них уже нет возможности наслаждаться, у них выбор. Или дальше по-другому как-то извращаться, половые извращения включать. Или менять партнера, как они говорят. И в это время начинаются скандалы, люди начинают друг к другу злиться, нервничать, психовать. Понимаете? То есть, начинаются очень серьезные проблемы. Почему? Потому что эта энергия, которая вкладывается мужчиной в виде семени в женское тело, она должна рано или поздно, можно ее копить, эту энергию, нет проблем, но рано или поздно она должна превратиться в энергию ребенка. Если это не происходит, то эта энергия становится проклятием для женщины. Она начинает сдлиться от мужчины, который в эту энергию в нее длил, и сама не желая того, портить с ним отношения, начинает капризничать, ругаться на него, сдлиться, портить все вокруг, крушить. Знакомы женщины ситуации? Знакомы? И рушится семья от этого. Поэтому образовывайтесь, попытайтесь понять, что нужен ребенок вам уже. Я это чувствую, что вам пора уже заводить ребенка. Иначе вы будете страдать потом в жизни. Сейчас, в период такой счастливой жизни, чуть-чуть пройдет времени, вы начнете чувствовать уже вот это напряжение друг от друга, отвращение. Если в этот момент вы не опомнитесь и не начнете зачинать ребенка, тогда дальше будет разрух. То, что я сейчас сказал, это такая информация тяжелая для сознания, но это правда. Да? Меня просто очень мучает вопрос. Отбегу вообще, где на поле? Здравствуйте. Я никогда не молилась, и мы не знаем просто, как это делается. Повторяйте, я желаю всем счастья, вот как мы сделаем счастье. Хорошо. Получается, два часа нужно вот... Я желаю всем счастья, повторяйте. Хорошо, ладно, спасибо. Я вам сейчас расскажу одну историю. В Омске она произошла. Одна женщина ко мне подошла, тоже не верила в Бога, никак она вот не знает, что делать. У нее сын, ну как бы болеет психическим заболеванием, и у него такие приступы, он взрослый человек, уже работает. Но когда у него приступы начинаются, он запирается у себя дома, постится, ничего не ест. Если кто-то пытается к нему зайти, он пытается закончить жизнь самоубийством, прямо на глазах у этого человека. Такие приступы. Это означает, что он заканчивает жизнь голодой смертью, понимаете? И он не пускает никого, он не выходит из приступа, не ест сам. И при этом накормить себя не дает. И вот мать, она в слезах ко мне обратилась, говорит, Олег Геннадьевич, спасите моего сына, помогите. Я говорю, не волнуйтесь, сделайте так, непрерывно начните слушать голос святого человека и повторять, я желаю всем счастья. Берите силу, давайте и думайте о сыне. Она так делала два или три дня, непрерывно прямо. На ночь тут отвлекалась, постоянно молилась, 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 молилась. Вот так, я желаю всем счастья, повторял. На третий день он ей звонит, говорит, мама, приходи, я хочу тебя видеть. Открывая, она взяла туда таблеток, помешала пищу, там, все, приготовила ему еду, пришла с пищей. Вот, он, правда, откроет дверь, и при этом он как зомби, то есть он ничего не всеображает вообще, она видит, но при этом, ну, не против ее. Представляете, она молитвой пробила вот это пространство, сердце соединилось с ним. И вот он потом поел, он отрезвел, через пищу начал отрезвить, она его мешала кормить, и она так его спасла и в жизни. Понятно, да, система? Или нет? Вам понятна система сзади? Да. Да, теперь вам надо проверить на своей жизни это, тогда он будет точно понятна. Нормально? Нормально. Все то же самое, включайте голос Святого Человека, думайте о нем, и читайте молитву вроде бы о сыне, но при этом думайте о Святом Человеке. Понимаете, лучше всего читать молитву вообще, прославляя святость. И тогда и сыну, и мужу, и всем хорошо. Но если вы не можете так, если вам все-таки о сыне нужна молитва, тогда все равно думайте не о сыне, а думайте о том, чтобы служить Святому Человеку, или иконе, или Святому Месту. Потому что если вы думаете о сыне, то вы сами пытаетесь победить проблему, а вы должны ее отдать Богу. Вам надо думать о Боге, а Он будет думать о вашей проблеме. Система ясна? Или нет? Я уверен, что ясна. Потому что человеку очень трудно отвлечься от себя, от своей проблемой. Боль заставляет, приковывает к проблеме. Человек не может отвлечься. Ему хочется думать и решать самому. Так боль заставляет, боль в ситуации заставляет. Но надо, тот момент, когда вы будете в молитве и почувствуете облегчение, боли станет меньше. Это значит, что вы на первую стадию прошли. И в это время вам надо отвлечься от ситуации и думать о святости. И тогда придет вторая стадия. Да? Микрофончик. Есть микрофончик. Я хочу вопросик задать. Хорошо. Можно, да? Ситуация. Год назад я расстался с девушкой. Мы с ней провстречались всего год. Не ответ. Не расстался. Кто-то вопросов? Она ушла. Так, хорошо. Как я? Ну, чтобы ничего не расписывать. То есть, ей нужна была семья, ей нужен был ребенок. Вот, я признаю, я к этому не был готов. Но то, чтобы не был готов, я сам знал, что я этого не дорос. Вот, сейчас прошел год. Меня, как бы, этот человек мне стал родным. Это самые яркие, как я скажу, отношения, которые запомнились. И, во-первых, как девушка, она не выходит из души, из эмоций. То есть, она у меня есть всегда. Но она девушка замужем сейчас, или одна? Она замужем, да. И все, тогда до свидания. Вот, я пишу. Прощай. Я, как бы, это я так понимаю. Со всех вокзалов поезда уходят дальние края. Прощай, прощай. Мы достаемся навсегда. Под белым небом. Ноября. Прощай. И ничего не говори. И ничего не обещай. Поезд ушел, мой хороший. У меня вышел. Ничего, нет. Поезд ушел. Поезд ушел. Все. Если человек уже нашел другого его, нельзя разрушать эту семью. Надо молиться и просто понять, что если девушка хочет ребенка, надо ей не давать. Иначе будет хуже. Если она хочет расписываться, надо расписываться, хочешь ребенка, надо давать ребенка. Потому что, может быть, такое случится, что она бросит тебя, а ты останешься вот с этой ситуацией. Что из сердца не выходит. Это так наказание, которое вы получили от Бога. А? В молитве, обращаясь к святому Пантелеону конкретно, имя можно называть? Допустим, за братом молилась. Да зачем? Он и так все знает. Зачем это не нужно все? Вы сомневаетесь, да, что он слушает? Да. Да. Нет. Я не сомневаюсь, что он услышит, а там конкретно, там филома Божьего. Можете номер паспорта, да, даже позвать. Брат, может. Пантелеон все-то. Мой брат. Номер паспорта такой-то. Пожалуйста. И вот. Живет там-то, адрес такой-то. Пожалуйста, помоги. Просто подумайте. За брата все, уже все известно. Конечно. Богу все известно. Он знает все это у нас. Не думайте, что это шутка, что я сейчас пошутил. Я вам серьезно говорю. Просто, понимаете, вспомните человека в сердце. Не надо больше ничего. Просто память о человеке и дальше пошла на него влияние. Просто вы вспоминаете, и этого достаточно. Все. А то, что я шучу, чтобы люди радовались. Потому что лекция, люди устают слушать лекции. Да, ваша вопрос. Олег Иванович, может, такой вопрос насчет детей. Я сейчас на декрете сижу с первым ребенком, между человеком. И у меня, знаете, не знаю, переклинивает или что. Но вот как будто вот это не моя жизнь. Что не ваша жизнь? Ну, то, что я с ребенком в кризисе сижу. Понятно. Женщина беременная становится, она не живет ни своей жизнью. Знаете об этом? Она живет двойной жизнью. Две души в одном теле. Поэтому аппетит меняется. Она кушает уже не то, что она раньше кушала, у нее полностью поменялся аппетит. Она кушает то, что нравится ребенку. Понимаете? Она кушает то, что нравится ребенку. У нее характер ребенка внутри живет. И поэтому она думает, что я как-то веду себя странно, когда беременная. Какая-то сама не своя. То есть женщина, это чувство аппетитерно. Все чувствуют. Сама не своя, потому что в одном теле две души находятся одновременно. И одна душа, которая быстро растет, она больше требует. Она говорит, не, вот это кушать давай, это давай, то давай. А я тебе взамен буду давать свою любовь. Всю жизнь потом. Вот поэтому. То есть все нормально, да? Нормально, да. Нормально. Так, теперь мы хорошие вопросы закончили. Лекция превращается в хаос. Остановите свои чувства. Я не смогу ответить на все ваши вопросы. Хорошо? Можно мне продолжить лекцию просто? Итак, видите, вы хотите, чтобы я решал вопросы в вашей жизни. А решать кому надо? Богу? Ладно. Вы, иначе, только два варианта. Или вам, или вы. Видите, как у нас психика у них кроника? Мы не хотим трудиться с этим. Никаким ни за что. Я уже все объяснил. Три стадии. Первая стадия принятия судьбы. Означает, что все хорошо. Хорошо. Не хочешь принимать судьбу, значит, будешь масло есть горящими котлами. Ну, то есть, хорошо, все, тогда все нормально. Вот, понимаете, то есть, первое, что нужно понять, вот все ваши вопросы означают, это то, что вы сами должны решить и понять, сами. Слушайте дальше лекции. Есть даже такие лекции, ответ на вопросы. Целые лекции у меня есть на сайте, можно сказать, что ответ на вопросы называется. Если вы хотите в атмосферу погрузиться, вот такую духовную, чтобы победить свою судьбу, чтобы заведеть тело и жизнь правильно, приезжайте к нам на фестиваль «Благость». Есть такой фестиваль, две недели вот этой атмосферы человек даже уезжает, потому что он не хочет, он не знает, как назад возвращаться в ту жизнь, в которой раньше жил. Поднимите руку, кто съездил. Почувствовали это, то, что я говорю, или нет? Вот, людей полностью меняется судьба, потому что они погружаются в эти чистые, светлые отношения. Учитесь в молитве дома, ходите в храм, найдите себе храм, который бы вы посещали, где бы был ваш наставник какой-то. Ищите отношения духовных, найдите духовные группы. Есть по всей стране такая программа «Клуб Благость» называется. Этот «Клуб Благость» создается из слушателей моих лекций. Можете сами создать «Клуб Благость». Я не знаю, кто-то из вас ходит в «Клуб Благость» или нет? Один человек, кто? Два. Вам надо больше клубов Благость. Если кто-то инициативные люди, зайдите на сайт, посмотрите, как это сделать. Договоритесь с нашими организаторами. По всему миру есть эти клубы. Чем они занимаются? Они обсуждают лекции, знакомят друг друга, выдадут замуж, пытаются помогать, заботятся друг о друге. И пытаются быть вместе, понимаете? Ну, то есть, такую тусовку, которая развивается. Пытаются. Там межконфессиональное общение. То есть, с любой верой можно прийти и все вопросы решать. На уровне отношений, которых вы лекции слушаете. Самое главное понятие принцип «Побед над судьбой». Принцип — это отношения. Человек очень замкнут на пространстве живет. Мы общаемся с телевизором, со следствием массовой информации, которая зарушает у нас чистоту и силу. Это не у меня? Надо выключить. Человек должен понять, что если у вас нет глубоких отношений, которые развивают вас, то ваш энтузиазм работает над собой, будет гаснуть каждым днем. Сейчас этот энтузиазм вы получили в результате слушания лекций. Точно так же слушайте лекции или мои, или других наставников. Слушайте каждый день. Никогда не заканчивайте это делать. Сделайте это за правило. Хотя бы 15 минут в день, если нет времени. Если вы будете ведет, у вас будет в сердце опять возрождаться душевная сила. Вы опять будете хотеть молитву. Даже если ее не читаете, у вас нет силы. Рано или поздно начнете это делать. Самое главное правило — это контакт, отношения. Если у вас появятся друзья, здесь познакомитесь на лекциях, или вы получите их через другое общение, допустим, где-то в храме, там, или еще где-то. Пожалуйста, эта дружба является самой главной. Не деловая дружба, не семейная дружба, а дружба с теми людьми, которые помогают вам идти духовным путем. Если вы не будете вот это все делать, тогда у вас, ну, хватит сил победить свои семейные трудности. Потому что силы берутся всегда от Бога. А чтобы быть рядом с Богом, для этого нужно сознание подпитывать этой силой, потому что сила сухой человека всегда ему давит вниз. Вниз означает нет сил, устал, некогда, тяжело, ничего не получится, у меня все хуже, чем у других, у меня особый случай и так далее. Вот это все означает вниз, вниз давит судьба. А человек должен с помощью лекций, должен побеждать свою судьбу, он не должен спать. Понимаете, душа по своей природе хочет спать, дремать, означает ничего не делать, балдеть, думать о проблемах, переживать, в страхе жить, бояться, суетиться, означает сон души. Только во время молитвы из духовных мероприятий у человека пробуждается сила победы, он начинает сначала скрипеть душой, думать, что же я время трача, почему никак не могу взяться за себя. Скрипит, скрипит душой, потом начинает слушать голос и начинает потихонечку ехать. Скрип заканчивается, начинается движение, начинается молитва. Кто из вас уже по утрам потихонечку молится, поднимет, все, пошла жизнь, пошла, пошла, пошла. Кто много уже молится? А кто много молится и ничего не получается? Видите, один человек все выходит, много молится и ничего не получается, потому что тяжелейший период жизни. Нет. Еще два года. Таким образом, если вы много сил прилагаете, тогда обязательно победа гарантирована. Видите, много молится, подняло человек 20, только один сказал, ничего не меняется в жизни. Оночает очень тяжелый период. Такое революбие. Пытайтесь понять такую вещь, что есть вспомогательные вещи, которые побеждают судьбу колоссальной силой, сильно побеждают судьбу. Давайте я сейчас расскажу вам об этом, это очень важно знать. Я вам уже сказал, что самый главный фактор победы — это близкие отношения. Попытайтесь найти друга или знакомый, или просто слушайте лестницы внимательно. Будьте близкими к тому, кто идет духовным путем, и тогда у вас будет гораздо больше внутреннего желания вставать утром, маниться, работать над собой, у вас будет энтузиазм. Нет никому рядом, значит все, пропасть. Движение в пропасть гарантировано. От нужных отношений — это самое первое, что надо знать. Вторая вспомогательная сила, очень важная, — это пища с манитлой. Саша меня возит в машине, он вчера рассказал историю, как он был у староверов, и когда староверы давали попить глиняные горшки, те люди, у которых нет маленького сердца, они потом не пользовались эти чашками, а разбивали их просто глиняными чашками, не пользовались дальше. Как вы думаете, почему? Потому что даже если человек пропил из чашки, передается его сила. Потом новый человек наливает воду туда, а эта чашка уже с этой силой. Понимаете? Это знание только древние люди имели. Мы сейчас вообще ничего не имеем. Мы не знаем, как через пищу, через воду передается сила человека и Бога. Поэтому мы этим, соответственно, и не пользуемся. Если человек готовит пищу с молитвой, вот он молится, молится, когда готовит, а потом еще ставит на алтарь, прежде чем поесть, и там помолится, то эта пища становится освященной. Неважно, как вы это сделаете. Это не принципиально. Главное — молиться во время приготовления и потом поставить на алтарь и подумать, что я хочу, чтобы сначала пища была освященной. И помолиться еще перед алтарем. Вашими молитвами, вашей вере. Есть каноны разные, традиции духовные, как вы делаете. Можете делать по этим канонам. Неважно. Важно то, что после того, как пища становится освященной, она обладает такой силой, которую никто не может понять. Это пальная сила. Например, если муж пьет, вы его кормите освященной пищей, он перестает пить. Если близкий человек голен, вы кормите его освященной пищей, она его вылечивает. Понимаете? Потому что пища — это... Вот представьте, допустим, вам, вы мужу говорите, допустим, надо слушать лекции, надо слушать лекции, чтобы развиваться. До него не доходит. Почему? Потому что, чтобы прошло в разум, нужно пройти через уши, там, в сердце зайти. Это должно человек сердцем почувствовать, с любовью надо сказать. Это целый процесс. Но если вы с любовью приготовили и накормили, то человек внутрь себя пищу берет, это сразу действует на разум. Без всяких препятствий. Вот сразу прям, понимаете? И без всяких проблем. Вот вы освященной пищей кормите человека и молитесь, думаете, здорово, если мой муж будет слушать лекции. И эта энергия уже в пище. Потом он берет, ест это все, и у него появляется желание смотреть, слушать лекции. Он потом скажет, да я сам на самом деле к этому пришел. А он приходит через освященную пищу, понимаете? Как действует на человека освященная пища, я вам не буду рассказывать. Лучше я вам расскажу, как действует на собаку. Почему? Потому что собака дупее, чем человек. Если на собаку так действует освященная пища, то на человека точно подействует. Правда ведь? У меня есть ребята, которые учатся моим методам лечения. Они живут как монахи, как бы не смотрят на девушек. И развиваются, учатся. Дают все силы учебу. Несколько лет они так живут. Два, три, четыре года точно. И они в таком большом доме живут частном. И там нужна собака, чтобы охранять этот дом. Мы завели собаку. Эта собака, видно, по судьбе ей была положена жить с такими людьми. Она по природе была очень благодарная. Благодарная собака. И она сразу же, как только у нас завелась, она оторвала у двух гусей головы. И принесла нам эти головы, как бы прямо в нем, перед ногами. Понимая, что я старший. Бросила, как по отношению, эти две головы гусины. В рту были две вот так головы, торчали. Она открыла, передо мной положила. Соседа порвала двух гусей. Сосед пришел убивать собаку. Я говорю, мы вам заплатим. Заплатили за гусей. Собаку посадили на цепь. Вот. И начали кормить ее освященной пищей. Прошло немного времени. Ну, где-то, может быть, месяца два-три. Собака перестала гавкать на всех подряд. Она начала гавкать на тех людей, которые вели плохой образ жизни. Если захотел хороший человек, она пиляла хвостом. Даже если это чужой. Имеет значение. Она обрела до ясновидения. Первое, что произошло. Собачье ясновидение обрела до. Это первое, что произошло. Потом дальше. Она... У ней взгляд стал разумным. Она начала по-другому смотреть на всех. У ней не дикие глаза какие были. Она начала осознанно. У нее как будто психика остановилась. Она начала так серьезно смотреть на всех. У ней потрезвел взгляд. И потом дальше она перестала гавкать на местных кошек, которые там ходили. Больше того, она начала давать возможность кошкам кушать свою пищу. Вот они подходили к ее тарелке. Она стояла, давала возможности. Потом дальше она начала давать возможность. Сначала кушали все, кто подходил. И также соседские собаки прибегали покушать освещенную пищу. Она начала распространять освещенную пищу. Сначала кушали собаки местные кошки. А потом она сама кушала остатки после них. И всегда внимательно ждала, чтобы они поели. Со страданием смотрела. И когда зима, это была зима, когда мы увидели, что кошка заходит в будку, мы пришли посмотреть и увидели, что кошка лежит на собаке спи. Собака смиренно лежит, просто чтобы кошке было тепло. Мы тогда ее отвязали с цепи. И весной, когда она уже была не на цепи, эта собака, она выходила на улицу, ложилась, и по ней ходили те же самые соседские гуси, которых она грызла год назад. Уже через год был такой результат от освещенной пищи кушения собаки. Больше того, еще через год, когда у нас духовные программы, когда мы молитвы читали, хором все вместе, она, ну ей не положено, так как она собака в ведической культуре, собака живет на улице. Ей не положено заходить в дом. Она это знала. Но она тайком залазила, у нас там было такое место, где в обуви складывалось, как в предпаднике такой, да? Она в этот предпадник тайком залазила туда и сидела. И когда я брал ее, чтобы вытащить, я ей говорил, говорю, выходи, тебе нельзя здесь сидеть. Она обычно понимает, что ей говорят, но она делала вид, что она не выпарится. Сидела, как будто она не слышит ничего. Но потом, вот представьте такую ситуацию, я беру, она цепляется ногами, лапами, ну как... Я ее тащу, она цепляется, какая смиренная вид, да она смиренная такая, ну как бы ничего, но она цепляется всем, чем можно, чтобы остаться. И мне просто жалко стало, я потом ее там оставил, она сидела, чтобы слушать молитвы. То, что она там хотела нарушить правила, она залазила именно тогда, когда читались молитвы. И потом, когда эта собака оставила тело, то она получила человеческую форму в жизни. Больше того, она пошла в тело человека, который занимается духовной практикой. Вольнее, в эту семью попала. И это в медитации, в которой мы живем. Ну, если собака так меняется, просто скотина, обычная, без мозгов, понимаете, ну неужели ваш муж не сможет поменяться с еще на пищу? Да, 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 да. Это называется «заговаривать пищу». Женщина с древних времен есть такая особенность. Смотрите разницу между мужской и женской природой. Мужчина обладает силой побеждать судьбу. Поэтому, в принципе, когда мужчина готовит, он просто освещает пищу и все. Он думает о Боге в это время, и она становится освященной. Но отличие женского освещения отличается очень сильно, потому что женщина — это не тот человек, который побеждает судьбу. Женщина устроена по-другому. Она вкладывает силы в того, кто побеждает судьбу. Поэтому любая женщина по природе, зная о себе это качество, всегда пытается помочь своими мыслями близким. Она или заговаривает пищу, как-то пытается, она или думает, чтобы у них все было хорошо. Она направляет свою силу на близких, очень сильно беспокоится об этом. И она как-то так вот делает. И она действительно, эта энергия женская, входит в близких людей и защищает их. Так устроено Богом. Женщина обладает огромной силой вдыхать в человека силу. И также, если женщина проклинает, это тоже очень сильно действует. Поэтому будьте осторожны, женщины. Не надо в сердцах плохо думать о муже, это может подействовать, потом будет тяжелее. Поэтому попытайтесь понять, как это делать лучше всего. Если у вас есть такие способности, значит, надо их использовать правильно. Есть правила, как это делать правильно. Надо включать духовную музыку во время приготовления пищи. Готовить в этом настроении, как поют люди, священники. Молиться самой в это время. И просто в сердце знать, для чего ты это делаешь. Ну, чтобы помогло мужу, или помогло ребенку, или помогло кошке больной. Кому вы хотите помочь, я не знаю. Но если вы это делаете, вот с этим настроением, чтобы вы слушаете в первую очередь молитву, и в первую очередь сами молитесь. А там сзади, на заднем плане, находится эта мысль. Не надо ее повторять сто раз, понимаете? Что? Федору, Федору Петровичу, номер паспорта такой-то. Понимаешь, Господь? Живет там-то. Ну, давай, пытайся понять, где. Он и так все знает. То есть у него есть знания обо всем. Только подумали, и сразу же вы сконтактировались в памяти с этим человеком, и дальше пошел процесс. Ему именно помощь пойдет, а не куда-то в другое место. Не сомневайтесь. Разница есть. Понимаете, дело в том, что у человека очень сильное стремление к плоти есть. Очень сильное стремление. Это стремление остановить невозможно. И только милость Бога дает возможность человеку отказаться от этого стремления. Чем больше стремления к плоти, тем меньше знания о душе, чем меньше молитвы и меньше победы над судьбой. Чем больше человек привязан к плоти, тем сильнее действует карма, тем слабее действует Господь и его жизнь. Есть три энергии, которые увеличивают стремление к плоти или к телу. Увеличивают интересную концепцию жизни. Сознание входит в тело в этом случае. Три энергии. Первая энергия — это стремление к плоти, желание насыщать себя плотью, или грубое стремление к плоти. Это желание насыщать себя плотью животных убитых. Это первое стремление к плоти. Второе стремление к плоти — это тонкое стремление к плоти, желание наслаждаться сексом. И третье стремление — это желание разжигать себе вот эту плоть, плотские желания разжигать. Это вино. Но вот эти три силы, они такие непреодолимые, и хоть во всех духовных культурах сведущие, знающие люди знают, что эти силы являются вредными для человеческой души, все равно людям, для того чтобы они как-то выживали, дается возможность освещать эти три процесса, то есть есть освещенный секс, это секс для зачатия детей, то есть есть процесс освещения секса для зачатия детей. Раз, есть процесс освещения мяса, во всех духовных традициях есть процесс освещения мяса с целью облегчить человека, отказаться от этого мяса, то есть цель процесса, с чем мясо освещается, чтобы человек, когда ел его, чтобы у него привязанность к мясу ослабевала. Есть процесс освещения вина, тоже с целью, чтобы он перестал пить, в конечном счете. Как во всех духовных традициях это есть, но заметьте, взять, допустим, православие, в православных монастырях мясо уже не едят, потому что мясо, вот понимаете, рыба, она меньше, ну то есть животные у людей, это пробуждающиеся сознанием, у деревьев сознание от спящих, сон, глубокий сон, деревья себя не понимают, растения себя не понимают, и поэтому они не чувствуют смерть, вообще никак не чувствуют. Больше того, дерево веточки обреж, оно еще чуть-чуть не растет, оно пробуждается от этого чуть-чуть, и начинает лучше расти, поэтому садовники обрезают ветки, что деревья, ну, были более живыми, лучше расти, молодели. Но если поросенку, ножку отрезать, новое не вырастает. Понимаете, это другая форма жизни, это уже называется пробуждающиеся, то есть это называется состояние сознания сон со сновидениями. То есть животное, оно как во сне живет, оно себя понимает, но как во сне, понимаете? И, но животное знает, что такое смерть, во сне же мы чувствуем смерть, правильно? И поэтому, когда животное убивает, то в это время негативные, отрицательные эмоции пропитывают это мясо, и человек это ест, и он наполняется, кроме вот счастья в плоти, он также наполняется и страданиями того, кто эту плоть потерял. В результате, ну, это не самый лучший вариант эту пищу кушать. Поэтому в православных мастерях рыбу едят. Почему рыбу? Потому что рыба, она менее осознанная, есть разные стадии, понимаете, пробуждений. Рыба ближе к растениям, она меньше себя осознает, у нее совсем другое сознание, она почти ничего не понимает. Вот, больше понимают земноводные, еще больше птицы, еще больше понимают дикие животные, и больше всего осознанно это домашние животные. Поэтому мясо домашних животных самое вредное до судьбы. Но лучше всего вообще никакого мяса есть, не есть, даже мясо рыбы. Самый лучший вариант. О чем он говорит Святой Зосима в своих проповедях? У меня даже есть видеозапись на сайте, можете послушать. Он говорит, а почему он мясо не ест и рыб не ест, вообще ничего не ест. Так вот, хоть он и православный. Ребенку расскажешь, что мясо не надо ест? Ей едят все. Это ваша судьба, значит, такая. Вам не надо создавать конфликтную ситуацию, вам надо молиться, чтобы пришло знание к старшим членам семьи. А потом дети подключатся сами. Будьте смиренны к тому, что у близких людей нет знания. Не создавайте конфликтную ситуацию. Молитесь за них, и они постепенно обретут знание о том, что можно и кушать, что нельзя. Раз, заканчивайте. Есть моменты. Видите, как мы с вами не будем расставаться, но у нас будет пост-керпицы целое такое веселье. Я так мечтал об этом, и я даже не говорил, потому что мне удобно было. Но люди сами знают, что у меня в сердце находится. Мы принесли кучу фруктов. Кроме цветов, мы сейчас сначала будем фруктами кидаться. А потом уже цветы раздавать, и потом еще чуть-чуть я время потрачу, чтобы вам книжки подписать, поговорить еще, пусть кем надо. Мы с вами не расстанемся. Я уверен, что вы будете слушать мои лекции, я буду о вас вспоминать. Дальше мы будем отношения строить через сердце. Так? Я уплываю в Уфу. Время несет меня с края на край. Мы с вами вместе остаемся, всегда. Я знаю, что мне хочется православную мусульманскую музыку включить. Знаете почему? Сейчас эти люди страдают на земле больше всего, им нужна помощь. Мы должны, как сказать, быть очень сострадательными и молиться за их судьбы. Потому что очень много мусульман сейчас гибнут. В Сирии погибло уже 250 тысяч человек. Понимаете? Если мы и поймем этого, то тогда и мы начнем гибнуть так же, как они. Понимаете? Им нужна помощь, наша энергия, наш мир. Мы должны очень хорошо начать относиться к мусульманской вере. Понимаете? Чтобы, ну, злость, ненависть в сердцах некоторых мусульман, чтобы она успокоилась, стихла. Нужно, чтобы мир в сердцах этих людей пришел, как мир, мусульманский мир. Чтобы они не воевали друг с другом, не злились друг на друга. Нужна помощь всего мира сейчас. Понимаете? Не злоба всего мира, как там в некоторых журналах Крикатурина Аллаха рисуют это безумцы, понимаете? Которые сжигают просто межрелигиозную вражду и потом стреляют за это, понимаете? Как результат. Наоборот, нужен мир. Бывают времена, когда между христианами войны начинаются или представители другой какой-то культуры. В это время все должны помочь. Понимаете? И поэтому я сейчас включу мусульманскую молитву, чтобы мы пожелали всем счастья под нее. И мы, я хочу, чтобы мы сейчас молились за мир во всем мире. Чтобы в этой замечательной вере мусульманской, потому что у меня много друзей мусульманных, замечательная вера. Например, я сейчас поеду в Уху, я буду жить в квартире очень возвышенной мусульманки, прямо у нее дома буду жить. Она Коран читает на арабском языке, ну то есть она прямо на родном языке читает его. Она приходит ко мне на лекции прямо в мусульманских одеждах садиться. Я живу в его квартире как у себя дома, чувствую там полную защиту. И там везде висят имена Аллаха и стоят книги вот эти вот мусульманские. Вот. Я чувствую большую связь с этой верой, так же как с христианскими верами различными. Я чувствую себя в этом, на этой земле как дома. Я сын земли, понимаете. Хочу, чтобы вы так же, такими же людьми были. Чтобы вы любили разные веры, любили людей. И чтобы в вашем сердце было желание мира. Чтобы не было вражды, конфронтации. Чтобы украинцы стали братьями. Чтобы сирийцы стали братьями, понимаете. Что у нас нет врагов на этой земле. У нас есть только братья. Иногда люди ссорятся, даже близкие ссорятся. И мы должны помогать им. Кто из вас мусульманской веры, верните. Я с вами сейчас. С вами. Я хочу, чтобы был мир, наверное, ваш во всей культуре. В духовной, на земле, чтобы было счастье и мир. Давайте сейчас включимся. Будут повторяться имена Аллаха. Вы почувствуете чистоту в этой вере тоже. Силу, могущество. Те серебряные. Ничего, что и так вот решили. Нормально? Кто-нибудь сражает? Спасибо вам за это. Все серебряные. Я желаю всем счастья. 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 Я живаю всем, я живаю всем. Я живаю всем, я живаю всем, я живаю всем. 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 Я живаю всем. Я живаю всем. Я живаю всем, я живаю всем. 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 Я живаю. Я живаю всем. 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 Я живаю. Я живаю всем. Я живаю всем. Я живаю всем. Я живаю 7. Я живаю всем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю вам счастья, духовного развития, любви, чтобы у вас были хорошие семьи, всего самого светлого в вашем судьбе. Я очень благодарен вам за все, что было между нами за четыре часа, за ваши глаза, души, за все, что вы благодарили. Я желаю вам счастья. Я желаю вам счастья. Я желаю вам счастья. Я желаю вам счастья.